Легенды Ереси Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Майк Ли, Волку Ворот До рассвета оставалось и еще около двух часов, когда колонна бронетехники покинула охваченный пожарами город и с грохотом помчалась по широкой мощенной дороге, уходящей на запад. Некогда этот путь служил для переправки тиранам Кернуноса, богатств, награбленных в десятках других миров. Колонна растянулась более чем на километр и с высоты напоминала извивающегося дракона, закованного в стальную чешую. Во главе строя ползли тяжелые танки имперской армии, потрепанные и покрытые толстым слоем копоти, в ходе ожесточенных боев за столицу планеты. Следом шли низкобортные химеры, перевозящие элитные подразделения арктурианских драгун. Именно эти воины и стали остареем атаки на твердыню тиранов. Именно они первыми ворвались в полуразрушенный дворец. Кровью и отвагой заслужили они право присоединиться к общему строю и принять участие в предстоящей церемонии. Машины медленно, но целеустремленно шли сквозь объятую пожарами ночь. Дорога змеилась мимо необъятных космодромов, усеянных обгоревшими обломками величественных кораблей-сокровищниц. В от одной из взлетных площадок остался лишь глубокий кратер, чьи стенки, словно залитые стеклом, все еще продолжали светиться. Там, пытаясь избежать участи, уготованной всему Кернуносу, погибло судно, настигнутое первыми же залпами орбитальных орудий. Пламя, вырвавшееся из разрушившихся реакторов, охватило множество напуганных беженцев, а взрывная волна, словно игрушки, разбросала стоявшие рядом яхты. Их обгорелые остовы устилали землю на многие километры вокруг. За космодромами простирались безбрежные поля, над которыми возвышались здания перерабатывающих заводов. Когда-то они служили основным источником продовольствия для обитателей города. Но теперь там, где некогда выращивали пшеницу, кукурузу и культивированную иву, были лишь воронки от взрывов до сгоревшей танки. Посреди пепелища пировали стаи падальщиков, привлеченные запахом горелого мяса. То тут, то там можно было увидеть островы двуногих боевых машин, подчинявшихся тиранам. Их конечности были извешечены огнем лазерных орудий, а корпуса зияли пробоинами, обрамленными лепестками разорванного металла. Проезжая мимо полей, экипажи танков тщательно изучали местность при помощи ауспиксов и расстреливали из тяжелых стаберов мелкие группы беженцев, мужчин, женщин и детей. Примерно в 30 километрах от города дорога скрывалась за затянутыми дымом холмами, позади которых виднелась цепь невысоких гор, называемых аборигенами Елисейскими. С древних времен эти предгорья служили излюбленным местом отдыха тиранов и их верных сенаторов. На орбитальной и наземной артиллерии хватило лишь шести часов, чтобы живописные пейзажи превратились в изуродованную, изрытую оспинами воронок пустыню. От роскошных особняков, некогда могучих властителей, остались лишь груды пепла, впрочем, как и от соседствующих с ними поселений и леса. Тираны попытались укрыться в этих горах после того, как их хваленый флот был полностью уничтожен в сражении за самую большую из лун Кернуноса. В глубинах Елисейских гор было обустроено убежище, высеченное в скальной породе, еще во время эпохи Раздора, прежде чем Древняя Ночь разрушила первую межзвездную цивилизацию человечества. Этот бункер был создан для того, чтобы защитить местную элиту от ужасных порождений варпа, разгуливающих по планете. Из-за минувшие столетия неуязвимость крепости вошла в легенды. Это был последний форпост надежды, способный устоять даже в огне Армагеддона. Бронетехника грохотала, взбираясь по горной дороге, минуя поваленные деревья и сожженные машины, преграждавшие путь. Ориентируясь по сделанным с орбиты фотографиям, победители проезжали разоренные деревни и сгоревшие поместья, приближаясь к крепости по изрытой колдоминам и грунтовой дороге. Скальный массив был безнадежно изуродован лучевым оружием и орбитальной бомбардировкой. Всю растительность на его склонах уничтожили страшные взрывы. В глубоких воронках лежали оплавленные остатки лазерных батарей орбитальной обороны, пытавшихся сдержать натиск кораблей Империума. Когда две трети пути уже было пройдено, дорога неожиданно вышла на широкое искусственное поле, образующее полку на склоне горы и выстланное ферракритом. Повсюду валялись обломки армейских орнитоптеров, вокруг которых лежали обгоревшие тела их экипажей. На западном краю плата виднелись скрытые под каменным козырьком гладкие стальные ворота. Бронетехника рассредоточилась, занимая строго оговоренные позиции. Остановившись, химеры опустили рампы, изрыгая батальоны закаленных в боях драгунов. Зазвучали отрывистые приказы и забористая ругань сержантов. Гвардейцы приступили к расчистке территории, оттаскивая тела погибших в стороны, пока танки сдвигали уничтоженные орнитоптеры к краям плата. Спустя каких-то полчаса площадка была полностью приведена в порядок, и войско, разбившись на роты, выстроилась в две длинные колонны вдоль краев искусственного уступа. Далеко на востоке ночное небо освещалось янтарным заревом пожарищ, охвативших величественный город. Примерно за 15 минут до рассвета из-за горизонта донесся металлический гул, и вскоре уже затянутое свинцовыми тучами небо задрожало от все усиливающегося рева. Тяжелые облака над плата пришли в движение, озаряемые холодным синим светом, становившимся ярче с каждой секунды. Наконец, их непроницаемая завеса словно взорвалась, и в небе возникли хищные профили трех грозовых птиц. Забывая посадочными двигателями, летающие машины выпустили шасси, и вскоре опытные пилоты уже остановили каждую из них точно на заранее подготовленной треугольной площадке. Едва успев коснуться земли, грозовые птицы опустили пандусы. В огромном свете бортовых ламп вырисовались силуэты могучих, закованных в броню великанов. Над выстроившимся воинством разнеслись крики сержантов, и драгуны, залихвастки, притопнув каблуками подкованных сапог, вытянулись по стойке смирно. На опаленную землю Кернуноса сходили волки императора. Стальные сходни загремели в такт шагам, сбегавших по ним облаченных в серые доспехи воинов, сжимавших в руках тяжелые болтеры. Космические волки, шестой легион императора, генетически усовершенствованные люди, являвшие собой воплощение боевой мощи империума. В их облике удивительным образом соединялись новейшие технологии и память о былых веках. Сервоприводы гудели под пластинами силовой брони второго поколения крестоносцев. Воины внимательно осматривались. Оптическая аугметика их шлемов проверяла зону высадки на всех визуальных диапазонах, начиная с интракрасного и заканчивая ультрафиолетовым. И в то же самое время широкие плечи воинов покрывали волчья и медвежьи шкуры, а к помятым в частых сражениях нагрудникам крепились обереги, выполненные из железа, дерева и костей. Каждый десантник имел при себе меч либо топор, а некоторые с гордостью носили на заклепанных поясных крючьях жутковатые боевые трофеи, покрытые по золотой черепа или экзотическое оружие. Когда волки императора шествовали мимо, даже самые бывалые ветераны арктурианских драгун отводили глаза. Десантники рассредоточились и выстроились перед грозовой птицей, разбившись на отряды. Еще раз осмотрев плата, воины вскинули болтеры на караул, и головному кораблю было отправлено беззвучное сообщение. В точно установленный момент, когда небо на востоке окрасилось первыми лучами зари, по рампе, передней из птиц, спустился в Булвайв, волчий лорд 13-й роты космических волков и командующий 954-м экспедиционным флотом. За ним следовали его старейшие лейтенанты и герои волчьей гвардии. Они потрясали воображение своим великолепием. Силовая броня была начищена до зеркального блеска и украшена сияющими нагрудниками за отвагу, проявленную на многочисленных полях сражений. На серых наплечниках сверкали отлитые из золота волчьи головы, удерживающие потрепанные пергаментные листки, на которых были начертаны боевые клятвы и молитвы, обращенные к всеотцу. Серебряные медали и украшенные рунами железные медальоны, свисающие с их шеи, повествовали о доблести, проявленной в борьбе с бесчисленными врагами человечества. С плеч элитных астартов ниспадали качественно выделанные шкуры, некогда принадлежавшие самым могучим полярным медведям и волкам. А к поясам были приторочены ценнейшие из трофеев, золоченые клыки, разрубленные черепа и фаланги пальцев, лучших из вражеских воинов, поверженных десантниками в личной схватке. На броня Булвайфа была особенно роскошна, выкованная мастерами-оружейниками далекого Марса и украшенная золотым орнаментом, изображающим сцены сражений. Керасу и бронированный пояс, набранный из адамантиевых пластин, усеивали трофеи, собранные лордом в десятках тяжелых компаний, а на голове его сверкал обруч из кованого золота. Рукой в латной перчатке командующий сжимал тяжелый боевой топор, посаженный на стальную рукоять, обвитая полосками дубленной тюленьей кожи, а встроенный блок генератора силового поля был украшен рунами победы и смерти. С мрачным лицом Булвайф прошествовал мимо отделений почетного караула и подошел к входу в крепость. За ним следовали два воина, не сводившие внимательного взгляда с массивных дверей. «Они задерживаются», — проворчал Хальв Донгибельный глаз. Даже в самые мирные времена первый лейтенант Булвайфа был угрюм и задумчив, а на поле боя чувствовал себя гораздо уютнее, чем в бражном зале. Его жесткие медно-рыжие волосы, подернутые сединой, были заплетены в две тяжелые косы, спадавшие на нагрудник, а всю нижнюю часть лица скрывала колючая борода. Нос его очертаниями больше походил на лезвие топора. Острые скулы исчертила сетка старых шрамов. Под густыми бровями лишь один глаз светился темным огнем, вторая глазница, некогда разрубленная ударом меча, пустовала. Воин отправился от страшной раны и пренебрежительно отказался прикрывать опустевшую глазницу повязкой. Во времена разбойничьих набегов на Фенруссе, пугая ужасным шрамом как врагов, так и товарищей, теперь же место утраченного глаза заняла аугметическая линза. Ее фокусирующий элемент тихо щелкал, когда воин осматривал вход, прикрытый разбитым козырьком. Из глотки Хальфдана донесся низкий рык. Проклятые глупцы, должно быть, передумали. Может, уже затевают новое предательство. На это воин, стоявший рядом с Хальфданом, ответил пренебрежительным смехом. Или просто не могут открыть эти огромные двери, что вероятнее, заметил Юрген. Он был худощавым и жилистым. Кожа туго обтягивала кости лица. Над кромкой нагрудника видны были канаты мышц, обивающих шею. Черные с проседью волосы были коротко пострижены. К тому же в последнее время он перенял традицию терран брить подбородок, получая немало насмешек от товарищей Пастаи. Удивительно, что после шести часов бомбардировки они все еще не похоронены заживо. Он бросил на своего лорда взгляд, в котором плескалось мрачное веселье. Кто-нибудь догадался взять с собой лопаты? Бульвайф бросил на Юргена взгляд братского недовольства. Все они были стариками по стандартам Астартес. Начав еще разбойниками и братьями по мечу с Лемоном, королем русов, за много лет до пришествия всеотца на Фенрис. Когда правда о наследии Лемона наконец раскрылась, каждый воин в бражном зале короля обнажил свой железный клинок и шумно выразил желание отправиться воевать с Лемоном, как должно братьям по мечу. Но все они были слишком стары, как сказал им всеотец. Среди них не было никого моложе двадцати. Испытания, которые им предстояло претерпеть, весьма вероятно убили бы их, независимо от того, насколько они мужественны и сильны волей. Однако люди в вражном зале Лемона были могучими воинами, каждый из которых заслужил право считаться героем. Их не останавливали мысли о страданиях и смерти. Король Лемон был тронут их преданностью и не смог найти в своем сердце сил для отказа. И так его верные Таны вступили в испытания волка, и, как и предупреждал всеотец, подавляющее большинство из них погибло. Из нескольких сотен выжило едва четыре десятка, число, поразившее даже самого всеотца. В честь их мужества Лемон, больше не король, но примарх шестого легиона, сформировал новую роту из выживших. С тех пор другие воины легиона прозвали тех, кто попал в тринадцатую, седобородами. Сами воины роты, однако, называли себя волчьими братьями. «Если они не выйдут, мы используем грозовых птиц и танки, чтобы вскрыть эти двери и отправимся за ними», — мрачно сказал Буллвайф. «Так или иначе, на кампании завершится здесь». Юрген улыбнулся и уже собрался ответить, но выражение лица волчьего лорда заставило его передумать. Квадратная челюсть и острый нос Буллвайфа выдавали упрямство и неуступчивость даже в лучшие времена. Одного возраста с Юргеном и Халфданом он был лыс и не было ни намека на седину. В его короткостриженной русой бороде голубые глаза были остры и смертоносны, как глетчерный лед. Буллвайф поклялся примарху привести весь субсектор Ламас к согласию, и его помощники знали, если волчий лорд дает слово, он становится бескомпромиссным и непримиримым, как зимний шторм. Халфдан ухмыльнулся над неловкостью Юргена. Безбородый лейтенант кинул в сторону собрата жесткий взгляд, но не успел ответить. Глубокий грохот раздался из пещренной шрамами горы, и со скрежетом металла по камню огромные двери крепости начали раздвигаться. По рядам драгун прокатилось волнение. Выкрики сержантов пресекли бормотания, которые слышались тут и там. Облака пыли хлынули через раскрытую щель между створками и горстка людей в рваных мундирах. Шатаясь, выбралось на прохладный горный воздух. Их куртки были пропитаны потом и грязью, а ножны парадных сабель помятые и сцарапаны. Несколько человек упали на колени, задыхаясь в изнемождении. Другие просто потрясенно смотрели на космических волков и солдат, выстроившихся за ними. Спустя пару мгновений появился офицер в парадной форме, не менее грязный, но еще не сломленный, несмотря на суровые испытания, которые им пришлось перенести. Он пролаял несколько приказов, и его солдаты отреагировали как могли, поправляя куртки и становясь неровным строем рядом со своим командиром. Люди продолжали выбираться наружу, присоединяясь к остальным, пока почти полный взвод потрепанных солдат не встал на вытяжку перед волками. По их форме Булл Вайф мог сказать, что они были солдатами из рядов компаньонов, элитных телохранителей-тиранов. В начале кампании численность компаньонов составляла 6 тысяч человек, по тысяче фанатичных защитников на каждого из владык империи. Командир телохранителя окинул взглядом своих людей в последний раз, потом коротко кивнул. С прямыми спинами, чеканя шаг, солдаты прошли короткий отрезок до ждущих космических волков и начали один за другим отстегивать сабли и складывать их к ногам гигантов. Когда последний солдат сдал оружие, их командир подошел к волчьему лорду и с отсутствующим взглядом добавил свое оружие к общей куче. Бул Вайф бесстрастно разглядывал человека, отметив петлицы на форме. — Где ваш командир, младший офицер? — спросил волчий лорд. Тот выпрямился, руки по швам. — Со своими предками, — ответил молодой человек из последних сил, стараясь говорить с достоинством. — Он застрелился сегодня утром, вскоре после принятия условий капитуляции. Бул Вайф обдумал это и мрачно кивнул. Младший офицер отвел глаза, повернулся кругом и присоединился к своим людям. Он глубоко вздохнул, отрывисто рявкнул приказ, и выжившие компаньоны опустились на колени, прижав лбы к ферракриту. Началась церемония сдачи. Рабы шли первыми, в рваных окровавленных рубищах, шатаясь под тяжестью тяжелых металлических сундуков. Их лица были безжизненные и перепачканы, изуродованные двумя бичами, усталостью и голодом. Один за другим они подходили к страшным, одетым в броню гигантам, ставили сундуки к их ногам и откидывали крышки, открывая богатства, лежавшие внутри. Неограненные камни и драгоценные металлы тускло блестели в рассеянном утреннем свете. Выкуп шести тиранов, грабивших свою жалкую империю вдоль и поперек. Трофеи нагромождались вокруг космических волков, как сокровища дракона, вызывая алчный шепот у солдат имперской армии. Когда их задача была выполнена, рабы с пустыми, безразличными выражениями на лицах преклонили колени рядом с несметными сокровищами. Затем вышли дочери и жены тиранов. Плачущая процессия, облаченная в белой траурной одежды, с распущенными волосами и бледными лицами, измазанными пеплом. Самые молодые отшатнулись и завопили в страхе, увидев страшных гигантов и ухмыляющихся драгун. Несомненно, они провели бессонную ночь, воображая страшные унижения, ожидающие их. Женщины упали на колени перед волками. В нескольких ярдах от них некоторые плакали беззвучно, в то время как другие сохраняли на лицах безучастность, видимо смирившись со своей судьбой. Последними вышли сами тираны. Они появились из крепости по одному. Семеня под тяжестью тяжелых, раззолоченных одеяний и драгоценных цепей, указывающих на их статус. Самопровозглашенные хозяева субсектора Ламас были маленькими, бледнокожими людьми с пятнистыми лицами, обвисшими от постоянного разврата и излишес. Двоим из них требовалась помощь группы рабов. Их глаза казались стеклянными и пустыми. Либо они решили встретить судьбу в наркотической дымке, либо их дух был просто сломлен тяжестью поражения. Когда тираны подошли к космическим волкам, поднялся новый хор женских стенаний. Дрожащие руки хватались за края их одежд, когда бывшие правители проходили мимо своих близких, чтобы предстать перед врагами. Медленно, неловко они преклонили колени перед завоевателями. По традиции своего народа обнажили шеи и приготовились к смерти. Хальфдан и Юрген быстро переглянулись с гримасами отвращения на лицах. Булвайф изучал тиранов несколько долгих минут, затем шагнул вперед, свободно опустив топор в правой руке. Он возвышался над коленопреклоненными людьми, как мстительный бог, по очереди холодно вглядываясь в каждого. «Ну вот мы встретились вновь», — сказал волчий лорд. «Как я вам и говорил семь лет назад. Тогда я стоял в вашем дворце из хрусталя и стали, неся благую весть от нашего всеотца, императора человечества. Я принес приветствие и обещание мира и порядка. Я предложил вам это». Булвайф протянул открытую левую ладонь. «И вы плюнули в мою руку. Вы презрели дары моего господина и выставили меня на улицу, как попрошайку, угрожая убить, если мы снова встретимся». Волчий лорд сердито посмотрел на тиранов и показал им топор. «Перед тем, как уйти, я поклялся вам, что этот день настанет. Теперь ваши флоты разбиты, а армии рассеяны». Булвайф указал на восток. «Вашего дворца из стали и хрусталя теперь нет. Ваши сыновья мертвы, а города лежат в руинах». Его голос понизился до горлового рычания, и губы раздвинулись во скале, обнажая длинные волчьи клыки. «Вы больше не тираны! Вы низвергнуты, и я прослежу, чтобы ни вы, ни кто-либо из вашего рода никогда не поднялся вновь». Булвайф жестом позвал помощников. Хальфдан и Юрген шагнули вперед с мрачными лицами. Падшие тираны издали стон, и их жены горестно закричали. Но вместо того, чтобы обнажить клинки два космических волка, сняли цепи статуса с дрожащих людей и бросили в кучу драгоценностей, а затем сорвали и богатые одеяния. «Если бы дело оставили на мое усмотрение, вы никогда бы не вышли из этих туннелей», — прорычал Булвайф. «Я превратил бы эту гору в вашу могилу, но всеотец своей мудрости решил иначе», — волчий лорд указал на кучу сокровищ. «Это богатство принадлежит множеству миров, которые вы разорили, планетам, которые превратились в поля сражений по вине вашей надменности и жадности. Вы используете это достояние, чтобы начать восстанавливать все, что было утрачено, и гарантируете, что миры этого субсектора станут процветающими и стабильными членами Империума. Каждая планета скоро получит имперского губернатора для наблюдения за восстановлением, и они будут присылать мне регулярные отчеты о прикладываемых вами усилиях», — он посмотрел вниз на голых дрожащих людей. «Не дайте мне повода вернуться сюда вновь». Медленно и демонстративно Булвайф опустил топор. Бывшие тираны и их семьи молчали, не в силах осознать, что им оставили жизнь и даже достоинство. Волчий лорд развернулся и зашагал обратно к ожидавшей грозовой птице. Проходя между горами сокровищ, он строго посмотрел на колено преклоненных рабов и приказал, «Вставайте! Вы больше не рабы! С этого дня вы — граждане Империума! И до тех пор, пока жив всеотец, вы никогда не преклоните колено перед другим господином». Впервые на изможденных лицах бывших слуг появился проблеск жизни, и медленно, осторожно они начали подниматься на ноги. Среди знати одна молодая женщина испустила истерический крик облегчения, и где ползком, где на коленях пробралась к своему отцу, который пытался прикрыть наготу дрожащими руками, и смотрел с ненавистью на одинаковые спины космических волков. Три воина прошли через кордон, установленный ожидавшими их боевыми братьями — крампи грозовой птицы. Хальфдан украдкой глянул на низверженных тиранов позади и глухо прорычал. Нужно было убить их всех до единого. Они ничему не научатся, можете быть уверены. В следующие десять-двадцать лет нам придется вернуться и закончить начатое. Но Юрген покачал головой. «Субсектор Ламас все еще будет тенью былого и через сотню лет». «Не говоря уже о двадцати», — ответил он. «Мы очень тщательно проделали свою работу, брат. Каждый город, каждый промышленный центр, каждый космопорт придется восстанавливать». Бессмысленные потери пробормотал в волчий лорд, чем удивил обоих. «Сколько разрушений, сколько жизней выброшено в пустую. И все ради шести надменных глупцов». Хальфдан пожал плечами. «Такова цена сопротивления. Всегда было так, мой лорд. Даже в старые времена, на Фенрисе. Сколько жалких царьков мы повергли по велению короля Лемона. Сколько деревень сожгли. Сколько дракаров разбили в щепки. Таков порядок вещей. Империи строятся на переломанных костях и реках крови». «Да, это так», — согласился Булл Вайф. «Я этого не отрицаю. И дело всеотца справедливо. Человечество должно стать снова единым. Если мы хотим вернуть то, что по праву наше. Эта галактика принадлежит нам. И наш долг — отвоевать ее, не постояв за ценой. В противном случае все страдания, через которые человечеству пришлось пройти, окажутся напрасными. И мы были бы не лучше, чем вся ксена скверна, которая была до нас», — добавил Юрген и хлопнул Булл Вайфа по плечу. «Это была долгая и упорная кампания, мой лорд. Ты сломал тиранов и отвоевал весь субсектор Ламос. Гордись, зная, что исполнил свои клятвы всеотцу, и будь доволен». В этот момент жилистый пожилой человек, одетый в темно-серый мундир виллана легиона, спустился с рампы десантного корабля и поспешил встретиться с приближающимся волчьим лордом. Это был Йохан, один из личных хускерлов Булл Вайфа. И волчий лорд нахмурился, видя, какое напряженное у него лицо. «Что случилось?» — спросил он тихо, когда Йохан подошел ближе. «Два корабля прибыли в систему несколько часов назад», — с серьезным видом ответил Хускерл. «Один, курьерский, со срочным сообщением от самого Лемона Русса. Нам приказано незамедлительно завершить все операции и встретиться с примархом в системе Телкары». Через пять месяцев волчий лорд распахнул глаза. «Всей роте?» — Йохан помотал головой. «Нет, господин, всему легиону. Приказы получены примархом от самого всеотца. Мы направляемся на Проспера». Проспера встрял Халфдан. «Это безумие. Где ты услышал такое?» «Так сказано в сообщении», — ответил Хускерл. «Хотя причины не объясняются. Без сомнения, мы узнаем больше, когда достигнем системы Телкары». «Пять месяцев», — повторил Юрген и покачал головой. «Наши воины и корабли разбросаны по всему субсектору, выслеживая последних из сторонников тиранов. Несколько месяцев может уйти, чтобы собрать всех и подготовиться к путешествию». Булвайф кивнул. «Телкара» находилась далеко на галактическом севере, более чем в двух секторах отсюда. Вывести роту из боевых действий и подготовить ее к такому маршруту — задача не из легких. «Отправь курьеров с приказами для роты немедленно выступить к Кернуносу», — сказал он Юахану. «Раз большая часть имперского флота стояла на орбите бывшего тронного мира тиранов, было бы логичным пополнить корабельные запасы Великой Роты здесь, прежде чем отправиться к Телкаре». Волчий лорд сделал паузу. «Секунду». «Ты сказал, что два корабля прибыли в систему. Что за другой корабль?» «Один из кораблей дальней разведки, господин», — ответил Юахан. «Вы поручили адмиралу Яндину продолжать исследование пространства вдоль восточной границы субсектора. Я знаю, что поручил адмиралу Яндину, — отрезал Булл Вайф. Нашли что-нибудь?» «Да, господин», — ответил Хус Керл. «Разведчики сообщают, что варп-штормы утихают по всему региону, открывая все больше и больше пространства для безопасной навигации». Он хотел сказать что-то еще, но не решался. Глаза волчьего лорда сузились. «Продолжай». «Одному из кораблей удалось добраться до звездной системы в области, ранее отрезанной штормом», — сказал он. «Система числится на наших старых картах, хотя нет никаких признаков того, что там когда-либо была основана колония, но...» Йохан сделал глубокий вдох и выпалил. Но корабль-разведчик обнаружил ВОКС-передачу на стандартных частотах, исходящую из четвертой планеты в системе. Булл Вайф помрачнел. Хальфдан покосился на Юргена и покачал головой. «Брось», — сказал он волчьему лорду. «Это всего один мир. Пусть армия займется. У нас есть новые приказы, не так ли? — Хальфдан прав, мой лорд», — добавил Юрген. «Мы отвоевали все населенные миры этого субсектора. Что еще мы можем сделать?» Булл Вайф помолчал. «Что еще? Исполнить наш долг перед человечеством, конечно», — сказал он. Затем сосредоточил внимание на Хускерле. «Расскажи мне об этом мире», — повелел волчий лорд. Боевая боржа «Железный волк» висела словно занесенный для удара клинок, наделено-охренной поверхностью раззоренного мира. Свет далекого желтого солнца холодно блестел на готическом кафедральном соборе надстройки корабля и подсвечивал грубые боевые шрамы на бронированной шкуре. «Железный волк» повидал множество жестоких сражений за последние семь лет Великого Крестового Похода, и огромная боевая боржа носила свои раны с гордостью. Она была флагманом 954-го экспедиционного флота, и ее почетные списки несли свидетельства о пройденных сражениях и отступившихся мирах, возвращенных во имя Императора Человечества. Бул Вайф почувствовал, как свинцовый вес ускорения вдавливает его защищенное броней тело в противоперегрузочный ложемент, когда грозовая птица полыхнула двигателями и стартовала из одного из похожих на пещеру пусковых отсеков «Железного волка». Гром массивных двигателей штурмового корабля внезапно стих, когда птица пронеслась сквозь сверкающий изгиб стратосферы и начала постепенное снижение к поверхности. Гололит, установленный в переборке перед ложементом Волчьего Лорда, показывал траекторию грозовой птицы наряду с иконгами, отображавшими все от скорости и угла атаки до состояния вооружения, расхода топлива и давления в турбинах. Взаимодействие с бортовыми системами птицы через вокс-устройство своих доспехов Бул Вайф запросил снимки, полученные высотной разведкой с планеты за последние 24 часа, и начал изучать пикты стальным взглядом голубых глаз. У планеты не было имени. Судя по звездным картам Железного Волка, учитывая положение дела на галактическом юге, она, вероятно, была одной из последних человеческих колоний, основанных где-то при восьмом расселении перед эпохой Раздора. Колонисты были очень везучими или очень смелыми, или одновременно теми и другими, решил Бул Вайф. Мало таких колоний пережило последующую многовековую изоляцию. Тот же субсектор Ламас был усеян скелетами руин, оставшихся от поселений, которые оказались недостаточно сильными, чтобы выдержать варп-штормы и порожденные ими ужасы. И этот мир тоже сильно пострадал, заметил Волчий Лорд. Значительная часть суши была бесплодной и безжизненной. Тысячи километров пустыни простирались до полярных шапок, оставив около двух десятков зеленых и живых районов, вытянувшихся, как цепочка изумрудов, до ликватора. Он видел очертания больших озер и внутренних морей, превратившихся в потрескавшиеся и изрытые равнины, и широкие горные склоны, ободранные до голого неподатливого камня. Согласно показаниям комплексов АУСПИК-датчиков на борту Железного Волка, значительная часть безжизненной местности была опасно радиоактивной. Бул Вайф остановил ПИКТ-поток на одном изображении. Десятикратное увеличение, пробормотал он Вокс Бусину. ПИКТ расплылся по мере увеличения. Кагитаторы в основании гололита застрекотали, пока улучшающие алгоритмы превращали мазки коричневого, охреного и темно-серого в низкие округлые холмы, окружающие пологий бассейн около 80 километров поперечники. Серая линия сухого русла извивалась, как след змеи, через центр бассейна. Местами его границы смазывались плотными наносами пыли. Широкий выступ разбитого камня и спутанных черных балок рос из пыли вдоль одной широкой излученной реки. Когда-то сотни лет назад там процветал небольшой город. Громкий скрип металла и пластика раздался за спиной волчьего лорда. «Должно быть, отменная была война», — восхищенно сказал Хальфдан, щурясь на пикт через плечо Булл Вайфа. Булл Вайф протянул руку и повернул рукоять запора своего ложемента, чтобы повернуться к переднему десантному отделению транспорта. 12 космодесантников его волчьей гвардии занимали тесное пространство, зафиксированное в своих ложементах вдоль внешней переборки отсека. Их снаряжение было очищено от песка и крови, доспехи отполированы до зеркального блеска. Небольшой почетный караул для столь важной миссии, но волчий лорд не стал снимать лишних воинов с жизненно важного боевого дежурства на бывшем тронном мире тиранов. Времени было мало, и Булл Вайф был полон решимости выполнить задания с имеющимися бойцами. Всеотец именно этого ждал от своих легионов. Волчий лорд посмотрел на Гололит еще секунду, потом в сомнении покачал головой. «Это была чертовски странная война», — откликнул Солн, указывая на безжизненные равнины вокруг разрушенного города. «Ни кратеров, ни разбитых машин, никаких признаков заброшенных укреплений других полевых позиций. А разрушения простираются на тысячи километров в северные и южные широты, которые и в нормальных условиях враждебной человеческой жизни, а в этих обстоятельствах тем более». Хальфдан помрачнел. «Тогда псайкеры», — проворчал он, прикоснувшись к железному амулету, свисавшему на кожаном шнурке с толстой шеей. «Псайкеры, чаще называемые первобытным народом Фенриса колдунами, начали спонтанно появляться на бесчисленных человеческих мирах незадолго до эпохи Раздора. Их сверхъестественные силы повсеместно сеяли хаос и разрушения. Могучий псайкер мог искривлять саму ткань реальности. Не раз в ходе крестового похода экспедиционные флоты натыкались на колонии, которые попали под власть подобных кошмарных существ. Всеотец приказал сжечь эти планеты дотла, а координаты систем вычеркнуть из звездных карт. Возможно, допустил Булл Вайф. Но если это так, люди здесь, должно быть, нашли способ остановить их. — Юрген, чей ложемент располагался на другой стороне десантного отделения, подвинулся, чтобы лучше видеть Гололит. — Я еще не видел псайкера, пережившего атомный взрыв, — проворчал он. — Это объяснило бы всю эту радиацию и масштаб разрушений. Они разбомбили ядерными зарядами три четверти собственной планеты, чтобы уничтожить их. — Но мы не видели никаких признаков военных, а тем более ядерного оружия, — указал Булл Вайф. — А тут еще это. Волчий лорд повернулся обратно к Гололиту и передал команду. Пикт разрушенного города растворился в полихроматическом тумане. Кагитаторы жужжали и щелкали. Спустя несколько мгновений из тумана образовалась другая картина. На переднем плане показался город, построенный из сплошных плит искрящегося белого камня и искусно встроенный в склоны лесистых холмов у подножия высокого, царапающего облака горного хребта. Улицы из камня или какого-то местного композита соединяли террасные здания и кишили сотнями людей и маленьких куполообразных автомобилей, спешащих по своим повседневным делам. Детализация была небольшой, но кое-что в сцене предполагало отчаянную, почти затравленную суету. А угметический глаз Хальфдана тихо щелкнул, фокусируясь на изображении. «Выглядит достаточно приятно». «Не город», — сказал Булл Вайф. Он налег на привязные ремни и ткнул пальцем в едва заметный темный объект на заднем плане. «Я говорю об этом». Волчий лорд указал на тонкую и темную линию, прямую, как лезвие ножа, возвышающуюся над холмами на большом удалении от города. Хальфдан нахмурился, пристально глядя на изображение. «Ну, оно большое, что бы это ни было», — сказал он. «Большое», — откликнулся Юрген. «Судя по масштабу, оно должно быть огромным». Булл Вайф кивнул. Изображение исчезло, сменившись другим, показывающим объект с меньшего расстояния. Это был шпиль, сужающийся к концам и немного выпуклый в середине, словно веретено, едва балансирующее на ладони человека. Поверхность была матовой черной, такой темной, что, казалось, поглощала свет вокруг. Только смутные шероховатости в силуэте шпиля намекали, что он был не совсем гладким и содержал сотни небольших уступов и узких ниш. «Он больше пяти тысяч метров в высоту», — провозгласил волчий лорд. «Никто на железном волке не может сказать мне, сколько лет этому шпилю или из чего он сделан. Только в одном железные жрецы пришли к согласию. Скорее всего, эту конструкцию создал не человек. И еще по одной такой же в каждом из двадцати обитаемых зон, оставшихся на планете». Юрген насупился, глядя на странные изображения. «А ты уверен, что там внизу нет никаких псайкеров?» «Любой псайкер, достаточно тщеславный, чтобы построить что-то подобное, не станет прятаться», — парировал Булл Вайф. Разведывательные полеты в течение последних несколько дней позволили перехватить большое количество гражданских вокс-передач, новостей и тому подобного. «В них нет ни намека на псайкерскую активность в какой-либо точке планеты». «И все же», — сказал Хальфдан, поглаживая амулет на шее, — «шпири находятся только в непосредственной близости от людей. Это не может быть совпадением». «И я об этом подумал», — согласился Булл Вайф. «Нечего и говорить, что у меня будет ряд вопросов к планетарному сенату, как только мы закончим с важными пунктами повестки дня». «Мне это совсем не нравится», — ворчал Юрген. «Как будто у нас нет более важных дел, мой лорд. Примарх призвал нас, так почему мы здесь прохлаждаемся?» Он махнул рукой в латные перчатки в сторону Гололита. «Это мелкий мирок на самом краю человеческого пространства. Насколько мы можем судить, там около 120 миллионов человек на всей планете. На Кернуносе даже городишки крупнее, чем этот. И это ничто по сравнению с тем, что нас ждет на Проспера». Хальфдан выдвинул бородатую челюсть, но тоже кивнул. «На этот раз в виде исключения я согласен с Юргеном», — сказал он. «Наша судьба лежит далеко на галактическом севере. Что можно получить именно здесь?» Брои волчьего лорда вопросительно поднялись. «Как это, что можно получить?» «120 миллионов заблудших душ», — для начала ответил он. «Не говоря уже о чести нашей роты, Примарх послал нас сюда, чтобы привести миры субсектора, все миры к согласию. Именно это я собираюсь сделать. Потребуется, по крайней мере, еще 8 недель, чтобы собрать остальную часть роты на Кернуносе. За это время мы должны разобраться с этой задачей». Юрген ответил не сразу. Он изучал Буллвайфа несколько долгих мгновений. «Мой лорд, ты и я дрались вместе почти 300 лет», — сказал он. «Я знаю тебя лучше, чем большинство людей знает своих братьев. И я не могу не задаться вопросом, нет ли чего-то большего в этой маленькой экспедиции, чем просто исполнение долга». Буллвайф удостоил лейтенанта суровым взглядом, который Юрген выдержал без комментариев. Наконец волчий лорд вздохнул и повернулся к Галалиту. «С каких это пор наш долг стал так прост?» — проворчал он себе под нос. Грозовая птица вошла в атмосферу планеты, словно на хвосте кометы, и снизилась по длинной дуге над экватором. Через час челнок низко пронесся над обвитыми облачными городами и зелеными поросшими лесом холмами, на которых раскинулся город Анейрос. Низкие белые строения скучились на холмах, как колонии поганок, окружая плотно застроенный центр, более похожий на современный имперский город. Булл Вайф отметил, что высотные здания и величественные амфитеатры были построены для общественного пользования, учитывая, что Анейрос был также резиденцией планетарного правительства. Волчий лорд также увидел террасы виноградников, окаймлявшие некоторые небольшие холмы и другие земли, отведенные под сельскохозяйственные культуры и выпас скота. Булл Вайф заметил, что большинство стад были небольшими и относительно молодыми, а поляки шили батраками, поспешно убиравшими урожай. Им пришлось дважды облететь город, чтобы найти следы бывшего космопорта. Огромные посадочные площадки, которые когда-то обслуживали тяжелые грузовые челноки или малые трамповые суда, теперь заросли травой. Их четкие искусственные края до сих пор были видны с воздуха. Белая тара животных, коз или овец, удрала к стоящим неподалеку деревьям, когда огромный корабль прошел над ними и зашел на вертикальную посадку. Жар от двигателей транспорта поджег широкие клинья зеленовато-голубой травы, едва корабль коснулся поля. Ко времени, когда штурмовая рампа челнока опустилась на тлеющую землю, грозовой птицы от края посадочной площадки уже приближалось около 20 местных куполообразных автомобилей. Они благоразумно остановились поодаль, и мужчины и женщины выбрались из машин, в то время как первые воины Волчьей гвардии выскочили на солнечный свет и оцепили корабль. Буллвайф как раз дошел до низа рампы, чтобы застать реакцию местных жителей на великанов Астартес. Страх и удивление явно читались на юных лицах. Парни таращились на космодесантников, поражаясь их росту и мощи, а девушки с тревогой смотрели на массивные болтеры в руках воинов. Волчий лорд неторопливо оглядел широкое поле, несколько удивленное отсутствие наблюдателей. Даже на Кернуноси, мире, что считал себя выше древней Терры и был враждебен слугам Империума, космопорт и дороги, ведущие к дворцу, были забиты людьми, желавшими увидеть варваров со звезд. Неужели их визит в Анейрос держался в секрете от населения? «Отставить, братья!» произнес волчий лорд в Воксбусину, и телохранители сразу опустили оружие. В сопровождении Юргена и Хальфдена он подошел к встречавшей группе и быстро оценил их. «Никого старше двадцати одного года», подумал он. «Все они были одеты дорого. На кожаных дублетах золотые украшения, на широких брюках вышивки драгоценным бисером. Ни у кого не было оружия, но они держались с уверенностью и мягким изяществом, свидетельствующим о хорошей физической подготовке и упорных тренировках. Сам того не осознавая, Булл Вайф смерил их взглядом хищника, выявляя, кто ведет стаю, а кто следует за лидером. Как и у всех космических волков, чувства Булл Вайфа были нечеловечески остры. Он воспринимал как запах страха, исходящая от каждого в группе, так и едкий запах вызова. Волчий лорд обратился к молодому человеку впереди группы и вежливо кивнул. Я Булл Вайф, лорд тринадцатой великой роты и брат по мечу Лемона Русса, примарха шестого легиона. Юноша был поражен такой прямотой. Для обычного человека он был высок и гибок, его волосы были темными, а бородатое лицо хмурым. Я Андрос Сантана, мой отец Яврен, спикер планетарного совета, кожаный дуплет. Сантана скрипнул, когда тот отвесил глубокий поклон. Добро пожаловать, Нань Тимон, господин. Булл Вайф внимательно посмотрел на молодого человека. Ваш голос мне знаком, сказал он. Не с вами ли я говорил, когда мы пытались связаться с вашим сенатом? На этот раз Андрос попытался скрыть удивление. Я... Да, это так, пробормотал он. Мой отец есть спикер сената. Был проинформирован о вашем прибытии. К счастью, они сейчас заседают. Обсуждая, он остановился внезапно заосторожничав. Важное дело. Однако они согласились принять вас, быстро добавил юноша. Я передал все, что вы сказали мне, и они хотели бы услышать больше. Я прибыл, чтобы доставить вас в зал сената. Булл Вайф кивнул, как будто не ждал меньшего, хотя его ум яростно работал, просчитывая возможные последствия того, что сказал Андрос. Тогда пойдемте, сказал он. Мне многое нужно обсудить с вашим отцом и его коллегами, и я боюсь, что времени мало. Услышав ответ Булл Вайфа, Андрос слегка нахмурился, но быстро взял себя в руки. Он повернулся, приглашая к ожидавшим машинам. Следуйте за мной. Булл Вайф сомневался, что хрупкие на вид антимондские автомобили смогут вместить Астартос в боевой броне, а тем более везти его с достаточно приличной скоростью. Однако салоны наземных автомобилей оказались способными трансформироваться под любые условия и изготавливались из более прочного материала, чем казалось. Вскоре волчьего лорда и его людей уже везли по замысловатому переплетению узких изогнутых дорог, что велись между высокими холмами города. Они миновали десятки приземистых округлых каменных зданий. Вблизи Булл Вайф отметил толщину стен и прочность конструкции. Во многом строения были больше похожи на бункеры, чем на дома. Бесперебойные вереницы люди заходили и выходили из каждого дома, занося припасы в мешках и уходя уже с пустыми руками. Антимонцы почти не обращали внимания на наземные автомобили, пока те бесшумно проносились мимо, а если и бросали взгляды в их сторону, то украдкой и почти не дружелюбно. Андрос сидел впереди рядом с водителем. Булл Вайф ожидал потока вопросов от Антимонца, но те молчали почти всю поездку. Если они и говорили, то только друг с другом. На диалекте высокого готика и с акцентом, из-за которого волчьему лорду было трудно уследить за смыслом их слов. Однако Булл Вайф ясно слышал напряжение в голосах и видел озабоченно сгорбленные плечи. Пока они ехали вглубь города, волчий лорд держался бесстрастно и внешне спокойно, но чувство тревоги неуклонно росло. Антимонцы готовились к чему-то страшному, это было ясно. Было ли тому причиной прибытия железного волка на орбиту? Пока он не собрал никакую информацию, Булл Вайф решил оставить свои наблюдения при себе. Он знал, что его люди, несомненно, сопоставляют собственные впечатления о городе и его жителях. Позднее, когда появится возможность, он отведет помощника в сторону и посмотрит, соответствуют ли их мысли его собственным. Впервые он начал сомневаться в мудрости принятого решения. Юрген был прав, он слишком поспешил, помчавшись к неизвестному миру в надежде на радостные приветствия и триумфальный конец годам суровой и беспощадной войны. Он слишком сильно хотел очистить душу от жестокости, которой сопровождалась компания в Ламосе. Длинной колонии автомобилей потребовалось больше часа, чтобы добраться до центра, и переход от низких строений в холмах к башням большого города был ошеломляющим. Хотя все из того же белого камня, высокие здания были совсем в другом стиле, построенные больше для эстетики и функциональности, чем для безопасности. У Буллвайфа почти не осталось сомнений, что башни были возведены в первые дни колонизации. Здание Сената отличала любопытная архитектура. У него было широкое коническое основание и большие террасы, соединенные спиральными переходами, которые поднимались снаружи здания. Вокруг наблюдалось мало людей, и все они, казалось, были заняты своими служебными обязанностями. Буллвайф отметил, что у некоторых бюрократов были галлолитические планшеты и портативные Vox-устройства, на вид меньше и сложнее имеющихся в Империуме. Подобные устройства, он знал, заинтересуют железных жрецов на борту железного волка. Оказалось, что на Антимоне удалось сохранить, по крайней мере, кое-что из технологического потенциала, который существовал до эпохи Раздора. Как Андрос и его товарищи, чиновники были поражены габаритами и манерами Астартес, один пожилой человек взглянул на Хальфдона и побледнел, как лист бумаги, перед тем, как быстро развернуться и поспешно скрыться в здании, откуда вышел. Бородатый лейтенант, казалось, ничего не заметил, но Волчий Лорд знал, что это не так. По скрытному обмену взглядами между бойцами Волчьей гвардии было ясно, что странности в приеме, оказанном антимонцами Один повел Волчьего Лорда и его людей в здание Сената. Они прошли через широкие открытые ворота в гулкое фойе, выложенное благородным зеленым мрамором. Ниши, окружавшие круглый зал, вмещали скульптуры ручной работы отменного качества. Булвайф понял, что это первые образцы искусства и культуры, которые он увидел в городе. Скульптуры были древними, возможно, времен эпохи Раздора или даже более ранних. Статуи были облачены в одежды, похожие на те, что носили Андрос и его товарищи и, видимо, изображали антимонцев из многих сфер жизни. Художников, естествоиспытателей, ученых, государственных деятелей и артистов. Две фигуры входа были особенно примечательными. Одна была явно космонавтом, одетым в скафандр, другая привлекла внимание волчьего лорда кольчугой с длинными рукавами и длинным, тонким мечом на боку. Два длинных изящных пистолета были заткнуты за широкий пояс воина и лицо скрывалось под похожим на вуальпо-кровом, изготовленным из мелкой кольчужной сетки. Юрген сделал несколько шагов к статую мечника и изучил его в течение долгих минут. «Оказывается, вы, антимонцы, когда-то имели представление о войне», сказал он иронично. «Какое счастье, что вы смогли оставить такие варварские увлечения в прошлом». Напряженность в тоне космического волка превратила шутливое замечание в обвинение. Андрос, который уже собирался провести делегацию в боката украшенной двери в противоположном конце фойе, внезапно остановился. Спустя мгновение он холодно ответил. «Армигерами были молодые сыны и дочери благородных домов антимона, и эта почетная традиция хранила нашу планету в течение тысячелетий. Если бы не воля Сената, эти обычаи были бы в ходу и сегодня». «А, понятно», сказал лейтенант небрежно, как и раньше. «Простите меня, если я выразился неучтиво. Я не сообразил, что вы принадлежите к знати антимона». Андрос оглянулся через плечо на Юргена и сухо кивнул. «Извинений не требуется», ответил он. «Закон?» Вдруг молодой человек умолк, прикусив язык. «Пожалуйста, идемте со мной», сказал он тихо и продолжил путь через комнату. Когда юный антимонец повернулся спиной, Булваев посмотрел на Юргена и поймал испытующий взгляд темных глаз. Молодой дворянин остановился на мгновение перед входом, чтобы успокоиться. Затем положил руки на богато украшенные деревянные двери и распахнул створки. Сразу же поток хриплого крика захлестнул Булваев и его людей. Судя по звуку, весь Сенат сцепился в ярусном споре. Халфдан подошел ближе к лорду. «Не приказать ли людям изготовить оружие к бою?» тихо спросил он, наполовину шутливо, наполовину в предвкушении, но Булваев покачал головой, расправил плечи и последовал за Андросом в зал. Интерьер здания Сената был захватывающим. Огромное на высоту 20 этажей на изящных сводчатых арках из сверхпрочной стали. Светящиеся колонны солнечного света проникали в величественный зал через спиральные террасы, что снаружи обивали здания, позволяя всем на первом этаже видеть ряд фресок на исторические сюжеты, вырезанные лазером на сводчатом потолке. Огромное пространство в своем соборном великолепии смиряло даже Астартес. Эффект портили только крики и ругань, эхо которых раздавалось у них над головами. Члены сенатора расположились на полукруглых балконах, поднятых на половину этажного пролета над полом зала. К ним вела центральная лестница, начинавшаяся у высокого деревянного кресла спикера. У каждого сенатора было свое похожее на трон кресло, вырезанное из древесины насыщенного медного цвета, но в данный момент мужчины и женщины вскочили на ноги, потрясая кулаками и вопя друг на друга в попытке переспорить оппонентов. Их высокий готик отличался еще более сильным акцентом и обилием специальной лексики, чем тот, что Булл Вайф слышал ранее. Он уловил слова лотерея и квоты, но мало что еще, а затем спикер заметил прибытие делегации и закричал, призывая к тишине. Как только сенаторы увидели воинов в доспехах, зал сразу умолк. Многие старших государственных деятелей опустились в кресло с потрясенным выражением на лицах и тихими возгласами удивления. Другие глядели на Астартес с равной смесью шока, недоверия и явной враждебности. Булл Вайф видел подобные выражения лица раньше, на кернуности, внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Гневный взгляд Яврина Сантана, спикера Сената, был адресован более его коллегам, нежели настороженным Астартес. Спикер был высоким пожилым человеком с сутулыми плечами, клеообразным носом и складками обвисшей кожи на тощей шее. Как и другие сенаторы, он носил зеленую бархатную мантию поверх богато украшенного дублета, а широкая цепь с золотыми звеньями утопала в плотной ткани на груди. Мягкая, фетровая шляпа неуклюже держалась на лысой голове, подчеркивая большие, поросшие волосами уши. Бросив в сторону коллег последний предупреждающий сердитый взгляд, спикер посмотрел вниз на Булл Вайфа и его воинов. — Позвольте мне начать этот фарс, заявив для протокола, что мой сын Андрос дурак, сказал Яврин раздраженным голосом. Едва ему исполнилось 25, и хотя он уже видел зверей, подобных вам, он все еще упорствует в своем невежестве относительно того, как устроена Вселенная. Спикер навел корявый палец на Андроса. Он не имел полномочий для ответа на вашу передачу и тем более не имел права приглашать вас на встречу с нами в этом зале. Яврин холодно рассматривал собравшихся космодесантников, кривя губы в отвращении от вида меховых плащей и позолоченных черепов, свисавших с их поясов. Я согласился на эту встречу по единственной причине, чтобы объяснить абсолютно четко, что хотя это дитя доверчиво, мы безусловно нет. Затем спикер обратился непосредственно к Булуайфу. Судя по весу погремушек у вас на груди, я предполагаю, что вы вожак этой волчьей стаи. И каково ваше имя? Презрение в голосе Яврина лишило Булуайфа дара речи. Волчьему лорду только и оставалось, что пытаться сохранить самообладание. На Фенрисе подобные оскорбления привели бы, по крайней мере, к пролитому вину и обнаженным клинкам. Кланы поколения микровно враждовали из-за именьшей обиды. Булуайф чувствовал напряжение, нарастающее среди его воинов в затянувшейся тишине, и знал, что если сейчас не заговорит, то Юрген или Хальфдан возьмет дело в свои руки. Заставляя себя расслабиться, Булуайф уважительно склонил голову. Я Булуайф, лорд 13-й прервал волчьего лорда взмахом руки. Не нужно перечислять нам ваши ничего не значащие звания, сказал он. Излагайте просьбы, а затем убирайтесь. А теперь слушайте. Хальфдан зарычал, делая шаг в направлении спикера. Рука воина медленно приближалась к мечу на бедре. Если тут имеет место непонимание, то я считаю, что оно с вашей стороны, уважаемый спикер, а не с нашей, быстро сказал Булуайф. В его голосе слышали железные интонации приказа, остановившие Хальфдана. Бородатый лейтенант оглянулся на своего лорда, и выражение лица Булуайфа вернуло его на место рядом с командиром. «Мы здесь не для того, чтобы просить что-то у вас или у вашего народа», спокойно сказал Булуайф. «Мы также не звери, за которых вы нас принимаете. Мы Астартес, служители всеотца, повелителя Теры и императора человечества». Упомянув всеотца, Булуайф почувствовал, как его решимость крепнет. Он поднял голову и обратился ко всему Сенату. «Мы путешествовали среди звезд, чтобы принести вам радостные вести. Штормы, что разделяли нас, наконец-то утихли, и Терра протягивает руку еще раз, чтобы обнять всех своих потерянных чад. То, что было разрушено, в скором времени будет выковано вновь, и новая цивилизация восстанет, чтобы возвратить себе законное место хозяина галактики». Булуайф не был скальным, но его голос был ясным и сильным, а слова, также давно знакомыми ему, как и его оружие, на лицах сенаторов испуг боролся с недоверием, в то время как лицо Андреса светилось от радости, как будто находясь посреди боя. Булуайф почувствовал, что настрой против него начинает меняться, не прерываясь, он с усилием нажал. «Без сомнения, ваши древние легенды говорят о днях, когда наш народ пересек галактику и основал новые дома среди далеких звезд», продолжал волчий лорд. «С тех пор многое изменилось, и пусть я плохой рассказчик, позвольте поделиться новостями о том, что произошло за время, пока Антимон был потерян для нас». Итак, он начал рассказывать о наступлении Древней Ночи и крахе галактической цивилизации, о крушении и гибели миров. Он рассказал историю как умел, прося прощения у аудитории, когда сказание становилось запутанным и непонятным. Так много времени прошло, так много знаний утеряно или искажено, что ни один человек никогда не узнает всю правду о том, что произошло в течение последних тысячелетий. Ни один из слушателей не решился прервать Булл Вайфа, а тем более оспорить его слова. Сказание было длинным, волчий лорд говорил почти не переставая, пока день переходил в вечер, и одна за другой колонны света, искрящиеся над залом сената, менялись от желтого до мягко-золотого, от золотого до темно-оранжевого, а затем померкли совсем. Бледные осветительные сферы зажглись на металлических канделябрах, которые окружали балконы сенаторов, погружая государственных мужей в тень. Наконец, Булл Вайф рассказал историю о завоевании всеотцом Терры и о создании первого Астартес для пополнения рядов в его армии. Далее он поведал о начале Великого Крестового Похода и о соединении всеотца со своими детьми-примархами. Завершал Булл Вайф свой эпос первой встречи Лемона Русса и всеотца на Фенрисе, сказанием, которое знал очень хорошо, и с тех пор мы верно служили ему, возвращая потерянные миры во имя всеотца, сказал Булл Вайф. Что сегодня и привело нас сюда, уважаемый спикер? Дезоляция вашего народа подходит к концу. Волчий лорд шагнул вперед и миновал часть пути по лестнице к трону спикера. Сенаторы зачарованно наблюдали, как Булл Вайф протянул левую ладонь. Я приветствую вас от имени всеотца, сказал он. Пожмите мою руку и заключим мир. Империум приветствует вас. Как и остальные государственные деятели, спикер Сената сел обратно на трон во время рассказа Булл Вайфа, но все эти долгие часы его слезящийся взгляд сохранял твердость. Поначалу он не ответил волчьему лорду, и большая часть его лица оставалась скрыта тенью, затем старик медленно, неловко поднялся со своего места и вступил на лестницу, шаг за шагом спустился к Булл Вайфу, пройдя две трети пути, затем наклонился вперед, глядя на ладонь волчьего лорда. «Ложь!» прошипел он. «Каждое слово проклятое ложь!» Булл Вайф отшатнулся, словно от удара. Хальфдан издал гневный крик, который подхватил и Юрген. Сенаторы вскочили на ноги, потрясая кулаками и вопя, хотя было неясно, на кого именно они кричат. Черная ярость охватила волчьего лорда. Ни один человек, неважно, насколько высокопоставленный, не мог назвать космического волка лжецом и остаться в живых. Булл Вайф всеми силами старался сохранить самообладание. Лучше стерпеть клевету глупца и надеяться, что разум возьмет вверх, чем обнажить сталь и принести разрушение еще одному человеческому миру. Он открыл рот, чтобы призвать в тишине, как друг Бедлан заглушил резкий раскат грома. Нет, не грома. После двухсот лет военных кампаний Булл Вайф знал этот звук слишком хорошо. Сенаторы тоже слышали его. Они застыли, разъюнув рты, а затем из города донесся низкий, скорбный вопль сирен. Один из сенаторов, пожилая женщина, закрыла лицо руками и заплакала. Они здесь, кричала она. Блаженная Иштар, они пришли рано, мы не готовы. Кто пришел, ряфгнул Юрген. Он знал, как и Булл Вайф, что звук, который они услышали, не был громом. Это был высокомощный боеприпас, примененный в верхних слоях атмосферы. Что происходит? Зарычав, Булл Вайф включил Вокс бусину. Железный волк, это Фенрис. Слышите меня? Раздался статический скрежет, и волчий лорд подумал, что слышит слабый голос, пытающийся ответить, но звук был слишком искажен, чтобы разобрать. Сенаторы на перегонке спешили к лестницам, одежды хлопали, как крылья паникующих птиц. Лицо Яврина превратилось в гневную маску, и он стремительно сбежал по лестнице к Булл Вайфу. Теперь я вижу, в чем ваш план, завопил он. Вы замышляли отвлечь нас, возможно, выманить на открытое пространство, в то время, как ваши безвоздушные дружки обрушатся на нас. Я знал, что вам нельзя доверять, я так и знал. Отправляйтесь на ваш проклятый корабль, и никогда больше не возвращайтесь, варвары. Мы и слышать не хотим о вашем империуме и так называемом всеотце. Булл Вайфу хотелось схватить спикера и вытрясти из него всю наглость, но уже не было времени. Пока государственные мужи бежали из здания, он обратился к своим людям. Положение Сигма, бросил он коротко, и оружие оказалось в руках волчьей гвардии. «Нам нужно забраться на высоту и попытаться восстановить контакт с Железным Волком», сказал он Хальфдену и Юргену. «Свяжитесь с челноком и передайте пилоту, чтобы подготовился к запуску. Если придется, мы будем держаться здесь, пока они не смогут забрать нас». Оба лейтенанта коротко кивнули, и Юрген начал говорить свою вокс-бусину. Толпа антимонцев ворвалась в зал, волчья гвардия нацелила на них болтеры, но Булл Вайф узнал в толпе друзей Андреса. При виде наведенного на них оружия, молодежь остановилась, побледнев от страха. Волчий лорд быстро осмотрел помещение и увидел Андреса рядом, все там же, где он и был, когда они впервые вошли в зал. «Что происходит?» потребовал ответа от молодого дворянина Булл Вайф. И лицо Андреса выражало потрясение и шок понимания, которые волчий лорд видел слишком часто на полях сражений Фенреса. Словно в кошмарном сне дворянин повернулся к Булл Вайфу. «Это истязатели», сказал он испуганно. «Они возвращаются!» Сражение на орбите осветило ночное небо прерывистыми вспышками и негромким, почти металлическим треском грома. Рубиновые и сапфировые линии света крест-накрест рассекали темноту, оставляя бритвенно-острые остаточные следы, пляшущие в глазах Булл Вайфа. Невозможно было точно сказать, кто стреляет и в кого, но для Астартес было ясно, что в битву вовлечено большое количество кораблей, и Железный Волк оказался в самом пекле. Космические Волки бегом поднялись по спиральным переходам, кольцами окружавшим здание Сената, взбираясь как можно выше, чтобы добиться более сильного вокс-сигнала среди окрестных холмов. Юрген, бегущий рядом с Булл Вайфом, исторг злобное проклятие. «Я не могу вызвать грозовую птицу», сообщил он. «Может быть, из-за атмосферной ионизации от битвы наверху, или какого-то широкополосного оглушения». Булл Вайф кивнул и включил свою вокс-бусину еще раз. Надеюсь, что более мощные системы связи боевой боржи смогут пробиться сквозь помехи. «Железный Волк» это Фенрис. Прием, какова обстановка? Вой статистических помех когтями впился в уши Булл Вайфа, а затем голос слабый, но слышный ответил. «Фенрис» это «Железный Волк». Мы подмассированная атака кораблей ксеносов. По меньшей мере двадцать, возможно тридцать кораблей класса крейсера и десятки кораблей сопровождения. Они застали нас врасплох. Какое-то массирующее поле, скрывающее от обнаружения ауспексами дальнего радиуса действия. Передача растворилась в очередном статистическом вое. Затем появилось снова. «Сообщить о повреждении двигателей и абордажных командах противника на ангарной палубе». Волчий Лорд оскалил зубы, нарисовав себе тактическую ситуацию, разворачивающуюся в вышине над планетой. При столь неравных силах есть только один возможный способ действия. «Железный волк это Фенрис. Уходите с орбиты и немедленно выходите из боя. Повторяю, уходите с орбиты и выходите». Его прервал очередной диссонирующий вой статистических помех. Голос, возможно, офицера боевой боржи, но слишком слабый, чтобы определить точно, что-то кричал. Затем чистота распалась. Нарваные всплески от анального шума. «Черные зубы Маркаи», выругался Буллвайв. «Теперь нас определенно глушат». Он резко остановился на гладком пандусе, и волчья гвардия собралась вокруг. «Насколько все скверно?» спросил Хальфдан. Спокойный деловой тон противоречил ожесточенному выражению лица воина. Буллвайв мрачно посмотрел вверх, на сражение бушевавшее над головой. «В сложившейся ситуации у Железного волка нет шансов», ответил он. «Если они смогут покинуть орбиту и получить некоторое пространство для маневра, возможно смогут оторваться от противника и выйти. На краткое мгновение вспышка света озарила ночное небо, бросая длинные тени на стены здания Сената. Вид ее потряс притихших космических десантиков. Где-то в городе Буллвайв услышал полный ужаса крик женщины. Через несколько секунд донесся грохот взрыва, тяжелый низкий рокот, от которого задрожал камень под ногами волчьего лорда. Воины смотрелись на затихающие вспышки. Ливень из длинных светящихся следов протравливал свой путь по небу, словно падающие звезды. Обломки сгорали в верхних слоях атмосферы антимона. Перегрузка плазменного двигателя с каменным выражением лица, сказал Юрген. Может один из вражеских, предположил Хальфдан, вглядываясь в темноту. Железный волк крепкий, он может сам справиться с аровой грязных пришельцев. Буллваев хотел было «Каждая чистота, которую он пробовал, была заглушена». Волчий лорд глубоко вздохнул, затем повернулся к своим воинам. «На данный момент мы должны считать, что Железный волк уничтожен», сказал он сухо. В арьергарде своего отряда он увидел Андроса, прислонившегося к стене и тяжело дышавшего после быстрого подъема. До этого Буллвайв даже не замечал, что молодой дворянин сопровождал их. Андрос окликнул его Буллвайв, проталкиваясь через окружение было унылым. «Мы не знаем, кто они. Каждые семь лет их корабли заполняют небо, и они...» Он глубоко и нервно вздохнул. «Они охотятся на нас, как на животных. Мужчины, женщины, дети, особенно дети. Им... Им, похоже, больше нравятся детские крики. Они забирают людей сотнями, чтобы... чтобы пытать их. Я слышал от отца о временах до квоты, когда истязатели налетали на города и забирали всех, кого могли найти. Когда мы прибыли, сенаторы спорили о квоте», сказал Булл Вайф, «и что-то о лотерее». Андрос кивнул, не в силах посмотреть в глаза волчьему лорду. «Во времена моего прадеда Сенат решил, что истязателей можно задобрить подношениями. Они пощадят основную часть населения. Мы выдавали им преступников и изгоев, заперев их в загонах, словно агнцев на заклане. В то время, как остальные люди укрывались в укрепленных убежищах, построенных в горах, он пожал плечами, это сработало. Истязатели никогда не оставались дольше года. И за этот период люди, которых мы им выдавали, полностью утеляли их аппетит, после чего у них не было ни времени, ни сил, чтобы охотиться на других. Булл Вайф едва сдержался, чтобы не отвернуться с отвращением от молодого человека. Идея приносить человеческие жертвы подобным монстра вызывала у него отвращение и ужас. «Почему во имя все отца вы не сопротивлялись?» спросил он сквозь стеснутые зубы. «Мы воевали с ними», воскликнул Андрос. Сначала им давали отпор армигеры, используя все имеющиеся средства. Однажды произошел большой бой. Армигеры устроили засаду на большой отряд налетчиков и убили пару десятков, в том числе и главаря. В ответ истязатели вернулись на свои космические корабли и обрушивали ливень смерти на Антимон семь дней и семь ночей. Большая часть мира была уничтожена и сотни миллионов людей погибли. После этого Сенат распустил армигеров и запретил любому поднимать руку на налетчиков. Булл Вайф сжал кулаки. «Тогда Сенат вас предал, всех и каждого прорычал он. Если жизнь не стоит того, чтобы за нее сражаться, то это не жизнь». С усилием он поборол желание отчитать Андреса, тот, кто не мог отвечать за решение предков. «Как долго ваш мир страдает от истязателей?» Андрес поднял руку и отер с глаз слезы гнева. «Двести лет или около того, как говорят истории, никто не знает, откуда они взялись и почему они улетают. Никого из забранных истязателями никто больше не видел в живых». Булл Вайф задумчиво кивнул. Кусочки головоломки складывались вместе. Истязатели нашли антимонд вскоре после того, как обширные галактические варп-штормы начали спадать. Очевидно, эта часть пространства оставалась несколько турбулентной. Империум встретил ряд областей по всей галактике, которые все еще испытывали цикл активности варп-штормов, сопровождавшихся краткими периодами затишья. Пришельцы мучили этот мир так долго, сколько могли, а затем улетали, вероятно, к другой планете, чтобы терроризировать уже ее, прежде чем штормы начнутся и запрут их в системе. Полагаю, дьяволы построили черные шпили после бомбардировки, сказал Булл Вайф, думая вслух. Андрос кивнул. Их технология граничит с колдовством, сказал он с оттенком благоговения в голосе. Они сажают свои небесные корабли на террасы, встроенные в стороны большого шпиля и выходят на охоту по всей зоне, когда им того хочется. Булл Вайф задумчиво кивнул. Анализируя действия пришельцев и делая из этого возможные выводы, он постепенно выстраивал в голове характеристику этих ксеносов. Высоко над головой более длинные и яркие полосы огня в ночном небе начали дугами падать на поверхность антимона, словно пучок горящих стрел. Что произойдет дальше, спросил волчий лорд. Андрос глубоко вздохнул. Истязатели спустятся на поверхность и укроются в шпилях, сказал он. Они будут ждать, наверное, день, а на следующую ночь вышлют отряды, чтобы собрать наши подношения. Молодой дворянин горько покачал головой. Но мы и не готовы. На этот раз они прибыли раньше срока. Мы еще не закончили наполнять припасами убежище, и у нас недостаточно людей, чтобы заполнить квоту. Булл Вайф вспомнил, что он слышал раньше. Это как-то связано с лотереей, которую обсуждали сенаторы? Андрос виновата посмотрел на волчьего лорда и кивнул. Каждые семь лет уровень преступности резко падает, сказал он с мрачной иронией. В наших тюрьмах не хватит преступников, чтобы удовлетворить пришельцев. Так что требуется лотерея, чтобы определить, кто еще станет частью Дани. Его взгляд упал на каменную поверхность пандуса. Отец рассказывал, что так случалось и раньше. Именитые семьи уже пытаются предложить щедрые взятки, чтобы добиться для своих детей исключения из лотереи. Он покачал головой. Я не знаю, что произойдет теперь. Сенат, конечно, опустошит тюрьмы. Но это, видимо, будет все, что они соберут на этот раз. Я сомневаюсь, что найдется семья с запасом еды более чем на несколько месяцев. Когда они выйдут против, волчий лорд смотрел на небо и наблюдал за спуском налетчиков. Я думаю, они умышленно прилетели раньше, сказал он. Им надоело ваше подношение, Андерас. Поэтому они устроили так, чтобы появился повод поразвлечься. Это было не так уж неожиданно. Во времена его собственного разбойничьего прошлого на Фенрисе он слышал о кровожадных грабителях, которые поступали точно так же. Булл Вайф попытался представить себе, что в жертву гнусным аппетитом отряда безжалостных мародеров Ксеноса приносятся простые жители Фенриса и желудок скрутило от этой мысли. Он посмотрел на Андераса и преодолел всплеск смертоносной ярости. Мальчик ни в чем не виноват, сказал он себе. Если кто-то и виноват, так это старейшины. Теперь волчий лорд пожалел, что не взял явренно за глотку, когда был шанс. Есть ли определенное место, куда вы приводите дань чужакам, спросил Булл Вайф у юноши. Андерас вытер еще мокрой от слез щеки и кивнул. Есть один павильон, сказал он, около 10 километров к востоку от Анераса. Он взглянул на Астартес, его потрясло выражение лица Булл Вайфа. Что вы собираетесь делать? Волчий лорд посмотрел в глаза молодому человеку. Эти ксеносы считают, что могут охотиться на людей, как на овец, сказал он, спокойно. Я собираюсь показать им, как они ошибаются. На следующий день, сразу после обеда, процессия округлых антимонских грузовиков выехала на дорогу, ведущую на запад от Анераса и отправилась вдоль широкого луга к месту подношений. Сам павильон был квадратным и почти ничем не примечательным, просто мощенным каменными плитами участком 50 ярдов на 50 у подножия расположенных полукругом высоких лесистых холмов. Только тяжелые железные кольца, вделанные в плиты через равные интервалы, намекали на жуткое предназначение этого места. К западу от павильона высокий, похожий на нож зловещий шпиль ксеносов уходил в облака, а его основание утопало в клочьях клубящегося тумана. Булл Вайф и его лейтенанты, остановившись на склоне в тени лесной чащи, смотрели, как грузовики съехали с вымощенной белым камнем дороги и загромыхали по плитам павильона. Антимонцы не теряли времени даром, передвигаясь по каменному участку в соответствии с хорошо заученным планом. Когда последняя машина заняла свое место, пассажирские дверцы открылись, и оттуда выскочили крупные мужчины в стеганых комбинезонах. Каждый нес что-то вроде энергетического посоха или шоковой дубинки, который принимался размахивать, едва задние борты грузовиков с лязгом открывались. Искованные заключенные начинали, спотыкаясь выбираться наружу. Мужчины и женщины, одетые в бесформенные выцвевшие коричневые рубашки и штаны, сбоку на шею каждого выжжены темные тюремные татуировки. Каждую группу испуганных, еле шагающих осужденных, гнали к линии железных колец. Как только их приковывали, заключенные опускались на камни и ждали. Некоторые смотрели в синее небо над головой. Другие, казалось, уходили в себя и глядели в пустоту. Хальфдан безнадежно покачал головой. — Как они могут просто сидеть, словно овцы перед закланием? — сказал он шепотом, хотя до павильона было около километра. — Будь я на их месте, охранникам пришлось бы забить меня до потери сознания, прежде чем прицепить к одному из этих колец. Юрген указал «Согласны с тобой, брат», сказал он угрюмо. Охранники последней партии грузовиков боролись с небольшой группой заключенных жертв, которые вырывались, пинались и кусали надзирателей. Эти мужчины и женщины в одеждах различных стилей были, очевидно, свезены с улиц и домов по всему Анейросу. Они боролись против своей судьбы с энергией, порожденной абсолютным ужасом. Но удары шоковых дубинок надзирателей не давали делу выйти из-под контроля. Через 20 минут последние из плачущих и умоляющих жертв были прикованы к камням павильона, и надзиратели вернулись к машинам, даже не оглянувшись. Булл Вайф оторвал глаз от прицела болтгана и передал оружие обратно Юргену. С ним было восемь воинов, включая двух лейтенантов. Боевые трофеи и почетные знаки, что они носили накануне, исчезли. Воины сняли все украшения с доспехов и вымазали блестящие поверхности грязью и сажей, чтобы минимизировать предательский блеск, который мог выдать их позицию. Прошлой ночью им пришлось отбросить все старания, выглядеть соответственно приличием и приготовиться к войне. Как только истязатели во множестве начали садиться на антимон, Булл Вайф оставив Андроса в городе, в темноте поспешил размашистым шагом на посадочное поле, где ждала грозовая птица. Пилот был на готове, двигатели корабля работали на холостом ходу, пока космические волки вооружались из больших оружейных ящиков. Волчий лорд приказал челноку двигаться на запад, летя на уровне верхушек деревьев, чтобы скрыть движение от чужих ауспекс-систем и найти удобную стоянку на расстоянии 10-12 километров от места подношений. Пилот обнаружил почти свободную от леса лощину, достаточно большую, чтобы посадить корабль, а воины провели остаток ночи, камуфлируя транспорт сеткой и сломанными при посадке ветвями. К рассвету Волчий лорд повел свой маленький отряд в холмы вокруг павильона и приступил к планированию засады. С таким малым количеством бойцов и снаряжения возможные варианты действия были несколько ограничены. Волчий лорд указал на западный конец поля за пределами павильона. Там, между местом для Дании и лесом у подножия холмов достаточно пространства, чтобы посадить целую эскадрилью грозовых птиц. Они, скорее всего, приведут свои корабли туда, сказал он. Это будет наш огневой мешок. Юрген скрестил руки на груди и неохотно кивнул. Воин покосился на Хальфдана, затем обратился к Булвайфу. Что будет нашей целью, мой лорд? Булвайф нахмурился. Я думаю, это очевидно, ответил он. Мы нанесем врагу, возможно, больший урон и заставим вести себя осмотрительнее. Нам нужно научить их, каждый раз, выходя из шпиля, остерегаться засады. Я не об этом, мой лорд, сказал Юрген. Ты видел все эти десантные корабли прошлой ночью? Их должно быть больше сотни в одном этом шпиле. Это не маленький отряд налетчиков. Это какое-то кочевое племя или клан? Волчий лорд бросил на Юргена твердый взгляд. Ты хочешь сказать, что мы не справимся с такой задачей? Я говорю, что это не наш бой, ответил лейтенант. Этот народ не имперские граждане. Более того, их лидер назвал тебя лжецом и заявил, что не хочет иметь с нами дело. Если бы вчера не появились эти ксеносы, мы были бы сейчас на Железном Волке, планируя кампанию по завоеванию планеты и приведение ее к согласию. Глаза Буллвайфа сердито сузились в ответ на откровенное заявление лейтенанта, но в конце концов он кивнул и признал, ты все правильно сказал, брат, но это ничего не меняет. Мы воины императора и защитники человечества, всего человечества. Если мы не соответствуем этому идеалу, то вся кровь, пролитая нами во время Великого Крестового похода, была напрасной и будь я проклят, если допущу это. Прежде чем Юрген смог ответить, Буллвайф отвернулся от лейтенанта и махнул собравшимся воинам. Осталось всего несколько часов до наступления темноты. Давайте начнем подготовку своих позиций. Астартес вышли из лощины и быстро прошли густой лес у подножия холма. Они неспешно разметили огневой мешок, черпая знания не только из многолетних напряженных тренировок и гипноинструктажа, предоставленных все отцом, но также из многих лет вылазок и засад на диких просторах родного мира. Когда позиции были готовы, четверых оставшихся воинов вызвали из временного лагеря в холмах, чтобы принести тяжелое вооружение, взятое из грозовой птицы. Пока завершались последние приготовления к засаде, пилот грозовой птицы занял высокую замаскированную позицию на одном из близлежащих холмов, чтобы предупредить о приближении чужаков. Долго ждать им не пришлось. Через час после заката, когда потемневшее небо замерцало звездами, а поляна перед павильоном погрузилась в глубокую тень, Вокс Буллвайфа множественные контакты с западного направления на малой высоте, много тепловых следов, около десятка крупных летательных аппаратов, с два десятка мелких. Стоя на опушке леса, Буллвайф прислушался, стараясь уловить шум приближающегося с запада кораблей. И точно, судя по еще еле слышному, но постепенно становящемуся все громче звуку, грави двигатели. Было что-то странное в этом звуке, словно к шуму двигателей примешивался хор плачущих душ. Но страха Буллвайф не чувствовал, наоборот, кровь быстрее бежала по венам в предвкушении битвы. Он прижал Вокс бусину. «Вас понял. Переходите на точку Альфа и приготовьтесь к эвакуации». «Вас понял», подтвердил дозорный. Теперь, когда его задание было выполнено, пилот мог спуститься к подножию холма и вернуться к грозовой птице, чтобы прогреть двигатель и приготовиться к быстрому отступлению. Буллвайф напоследок еще раз проверил оружие и повернулся к лейтенантам. Под кронами деревьев сгустилась практически непроницаемая тьма. Но благодаря усиленным чувствам, которыми были наделены все космические волки, он без труда разглядел боевых братьев. «Зарусся и все отца, волчьи братья», тихо сказал он. И первым вышел из-под сени леса на поляну. Хальфдан и Юрген последовали за ним через широкое поле к месту приношения Дани. Дикие травы и полевые цветы с шелестом сгибались под их бронированной поступью. Помимо болт-ганов оба лейтенанта уже обнажили клинки. Оружие Булл-Вайфа еще пребывало в ножнах, и он не сводил внимательного взгляда с западной стороны горизонта. Не стараясь скрыть свое присутствие, они пересекли огневой мешок и подошли к месту жертвоприношений. Вскоре закованные в цепи пленники заметили идущих к ним гигантов и запричитали от страха, подозревая, что пробил их час. Космические волки не обратили никакого внимания на панику, охватившую невольников. Когда до западной стороны павильона оставалось десять ярдов, они остановились и развернулись спиной к месту приношения дани. Хальфдан поудобнее перехватил оружие. Его лучащийся злобой глаз светился в темноте, подобно тлеющему углю. Не понимаю, почему мы должны быть приманкой, проворчал он. Наверное, Булл-Вайф хотел, чтобы сердце врага наполнилось страхом при виде его самых грозных воинов. Улыбка Юргена была жестокой, или самых уродливых в таком случае. Но до перепалки дело не дошло. К западу от них над холмами появилась группа бледно-зеленых огней, которые быстро приближались. Хор плачущих голосов, до этого еле слышимый, с каждым мигом становился громче, плетаясь в порывы ночного ветра. Истязатели прибыли. На глазах у волков с десяток тускло светящихся огней ринулись к земле, словно снаряды, поражающие цель. Благодаря острому ночному зрению астартости еще и издали разглядели приближающиеся летательные аппараты во всех деталях. Острые обводы небольших грациозных машин, изогнутые стабилизаторы, напоминающие лезвие, ряды острых шипов, выступающие из обшивки днища. Каждый аппарат нес лишь одного седока, и обликом своим стройные, гибкие пилоты походили на человека, хотя сочлененные доспехи их выглядели необычно. Гравициклы чужаков с воем пронеслись по обе стороны от волков, словно стая пронзительно кричащих птиц. Испекировали к павильону за ними. Булл Вайф успел разглядеть лицо одного из пилотов, бледное, с резкими чертами, с татуировками и металлическими имплантами. Глаза чужака были черные и бездонные, как пустота космоса. Вслед за стаей гравициклов появились 11 более крупных аппаратов. Со смертоносным изяществом они скользнули над холмом и снизились у западного края поля. По своей конструкции они были старшими братьями странных гравициклов. Те же скошенные носы, те же шипы на днищах, те же острые, как лезвия, клинки, стабилизаторы. Палубы восьми транспортников кишили бледнокожими, облаченными в доспехи фигурами, которые явно увидев трех воинов, поджидающих на поляне, сгрудились на носу кораблей. Преимущество в численности сделало ксеносов бесстрашными и надменными, и большие транспорты спокойно приземлились на поле, после чего с них с высокомерной грацией спустились экипажи. Булл Вайф, которого отделяла от чужаков сотня ярдов, видел, что ксеносы поспешно разделились на несколько крупных групп. У большинства налетчиков лица были скрыты под высокими черными шлемами, конусообразной формой, и в руках затянутых перчатки они несли длинноствольные винтовки. Божаки выделялись благодаря шлемам с плюмажами, похожими на конские хвосты. Поверх боевых костюмов сверкала тонкая, как паутина, сетка, на которой были закреплены трофеи, выбеленные кости. Выстроившись неровный полукруг и держа ружья поперек груди, пришельцы двинулись к космическим волкам, перешептываясь между собой на шипящем языке, напоминавшим шорох высохшей измененной кожи. Налетчики держались на стороже и рассматривали огромных остартов с тревожной пристальностью. Но из того, как неторопливо они приближались, было понятно, что они не считают трех волков серьезной угрозой. В центре наступающей банды двигалась сгорбленная фигура с бледной кожей, облаченная в причудливый, искусно отделанный доспех. Ее окружение составляла группа существ, словно сшитых из разных частей, которые кружили вокруг хозяина, как свора гонщик. Длинные белые волосы горбуна, которые, насколько мог судить Гулл Вайф, был вожаком банды, были выбриты с одной стороны головы, и на тонкой коже виднелись переплетающиеся шрамы татуировок. Край неприкрытого волосами уха, длинного и острого, как у собаки, был иссечен и проколот так, что напоминал отвратительное кружево, обрамляющее череп. Шрамы украшали и высокие скулы чужака и горла. В тонкую ткань рубцов были вставлены блестящие кусочки металла, и казалось, что сплетение шрамов образует некий сложный символ или пиктограмму, протянувшуюся от виска до ключицы. Большие глаза ксеноса сидели у глубоковых глазницах. За рассеченными губами виднелись белые, неровно заточенные зубы. Вместо пальцев на левой руке торчали острые лезвия, доходившие почти до колен сустава. При каждом шаге чудовища они скрижетали и звякали друг от друга. Булвайф учуял резкий запах существа, даже когда до него оставалось не менее 30 ярдов, и чувствовалось в этом запахе примесь странных эликсиров и биомодификаций. От него покалывала кожу, и тошнота подступала к горлу. Булвайф смотрел на этих монстров и не чувствовал страха, наоборот, его переполняло неудержимое желание, голод, требовавший обнажить клинок и вонзить во врага, рубить и кромсать, забыв обо всем. Внутри звучал голос волка, неистовый дар самого Лемона Русса, казалось обретшей в тот момент собственную жизнь. Не сейчас, сказал он зверю внутри, еще рано. Чужаки приближались, продолжая перешептываться на своем змеином языке. Новые запахи донеслись до Булвайфа и его воинов, запахи, от которых нервы задрожали, как натянутые струны. От налетчиков исходили миазмы феромонов, запах адреналина и опьяняющий аромат мускуса. Усовершенствованный организм Булвайфа работал на пределе своих возможностей, стараясь отфильтровать этот яд, прежде чем тот сведет его с ума. И все равно голова кружилась, а колени дрожали. Он услышал, как Хальф Дан тихо выругался и понял, что его воинам тоже приходится нелегко. Отвернувшись от ксеносов, Булвайф посмотрел назад, нажавшихся друг к другу пленников, цепями прикованных камнем павильонов. Многие плакали, другие склонили голову в молитве. Некоторые смотрели на него и в широко раскрытых глазах читалась мольба. Свободно опустив руки, волчий лорд обернулся к приближающимся налетчикам и присмотрелся к уродливому существу, ушедшему в середине. «Слушай меня, чужак!» обратился он к монстру. Голос его звучал твердо и отчетливо. «Ты мучил и грабил этих людей веками!» «Так что, подозреваю, твой народ научился нашему языку!» «Я Булвайф, воин из русов и названный брат Лемона, примарха шестого легиона. Жители этого мира под моей защитой чудовище! Ты пришел сюда на свою погибель!» Булвайф заметил, как темные глаза в воина чужаков расширились от веселого изумления. Все его гибкое тело задрожало от безумного веселья, а затем губы раздвинулись, обнажая неровные зубы, и монстр захихикал в лихорадочном возбуждении. Гротескные телохранители, вторя хозяину, затороторили и завыли, царапая когтями покрытую шрамами кожу на скулах и шершавые губы. Усмешка ксеноса, адресованная Булвайфу, была полна острых, как иглы зубов, и напоминала оскал барракуды, а голос его, исторгнутый пропитанными феромонами и легкими, клокотал и булькал. «Ты станешь отличным подарком моему повелителю», произнес ксенос на вполне сносном низком готике, сжав пальцы лезвия. «О, как он будет смеяться над твоими дерзкими словами, отделяя плоть твою от костей!» Изуродованное тело чудовище вздрогнуло от удовольствия. «Твои страдания будут утонченными!» Холодные, как лед, глаза Буллвайфа прищурились. «Так значит, не ты, предводитель этой гнусной орды!» Ксенос равнодушно рассмеялся. «Я лишь ничтожный слуга, дорога Шакара, Архонта, Кабала, кричащего сердца!» «Именно он держит в своих когтях этот варварский мир!» Волчий лорд медленно кивнул. Когда он заговорил снова, его тон был холоден и вежлив, как отшлифованное железо. «Тогда нам больше нечего обсуждать!» Быстрее молнии! Правая рука Буллвайфа метнулась к плазменному пистолету у бедра и выстрел попал чужаку между глазами. Не успела обезглавленное тело Ксена сорухнуть на землю, как остальные волки, скрывающиеся в лесу, обрушили шквал болтерного огня на толпу налетчиков. Те стояли так близко друг к другу, что каждый выстрел находил свою цель и разрывные болты с легкостью, пробивая легкую броню пришельцев, взрывались внутри тела, разнося их на куски. С потрескивающим шипением из-за кромки леса вылетели две крак ракеты и подбили пару крупных транспортов. Те взормались смертоносным фонтаном огня и раскаленных обломков. Разразившись гневными криками, Ксеносы развернулись и открыли огонь из винтовок. Наугад поля в темноту при стрельбе их оружие издавало пронзительное жужжание и на деревья обрушился поток гиперзвуковых осколков. Юрген и Хальфдан, стоявшие позади Буллвайфа, подняли болтеры и присоединились к истреблению застегнутых врасплох налетчиков. Один за другим Ксеносы падали, корчась и истекая едкой кровью. Телохранители погибшего вожака чужаков прорвались сквозь шквальный огонь. Ненависть, подпитанная наркотиками, превратила их уродливые лица в ожесточенные маски и твари напали на волчьего лорда. Эта бешеная атака послужила примером остальным налетчикам. И десятки воинов-ксеносов ринулись к новой цели. Атакующие набросились на Буллвайфа, с шипением пронеслись потоки осколков. Часть них прошла мимо, часть срикошетила от благословенного механиковом доспеха. Над его головой пронеслась группа гравициклов-ксеносов, и северная пушка леса оказалась под обстрелом. В ответ в небо устремилась, оставляя за собой огненный след, осколочная ракета, которая взорвалась самой гуще нападавших, и машины рухнули на землю, изрешеченные осколками. Не отступая ни на шаг, волчий лорд схватился за силовой топор, висящий на поясе. Активировав энергетическое поле оружия, он с древним боевым кличем бросился навстречу атаке чужаков. Свита вожака окружила его со всех сторон. Они пытались достать его когтями или вцепиться клыками, но каждый раз Булл Вайф останавливал их грозными взмахами топора. Он отрубал конечности, рассекал тела, спаровал животы и отсекал головы, пока вокруг него не выросла груда мертвецов. Волк внутри него бесновался, стараясь вырваться на волю, но Булл Вайф, сконцентрировавшись на своих движениях и на оружии, сдерживал зверя. Мгновение спустя в схватку вступили Юрген и Хальфдан, широкими взмахами силовых мечей врубаясь в ворду врагов. Ракеты и сосредоточенный болтерный огонь остальной волчьей гвардии уничтожили еще несколько транспортов в тылу чужаков. Уцелевшие гравициклы не оставляли попыток достать врага, притаившегося под сенью леса. На темнота и густо растущие деревья обеспечивали Астартес достаточное прикрытие от огня. По нагруднику Булл Вайфа скользнуло зазубренное лезвие штыка. Другой штык задел правую ногу, оставив след на поножах. Третий удар пришелся слева и позади и попал в переплетение кобелей доспеха подмышкой волчьего лорда. Он наотмашь ударил топором, снес с плеч голову одному налетчику и вогнал лезвие в грудь тому, кто нанес ему удар сзади. Атакующих справа он остановил двумя выстрелами в упор из плазменного пистолета. Разряд ионизированного газа заставлял тела чужаков или разлетаться на части или вспыхивать в результате вторичного термального воздействия. И вдруг все носы отклынули от волчьего лорда, подобно обратившемуся вспять приливу. Несколько осколков задели его грудь и руки, но это были случайные выстрелы наугад. Уцелевшие налетчики бежали с поля боя под прикрытием гравициклов, поспешно отступая к оставшимся транспортам. Воздев окровавленные клинки, Буллвайф и его лейтенанты с боевым кличем, исполненным смертоносной жаждой мести, бросились вперед. Волчий лорд почувствовал, как осколок пробил доспех чуть выше колена, но внезапная боль лишь на мгновение замедлила атаку. Взвыв гравитационными турбинами, в воздух поднялись два транспорта и незамедлительно стали целью для двух крак ракет. Первая ракета взорвала борт одного из них, и по десантной палубе прокатилась волна пламени. Летательный аппарат накренился, и с правого борта, переваливаясь через ограждение, посыпались охваченные огнем тела. Но и накренившись, транспорт все равно римулся вперед, и ревя двигателями лег на курс, уводящий по плавной дуге на запад. Мощный взрыв разнес второй транспорт на части, и на поле рухнули горящие обломки. Некоторые попали в другие летательные аппараты, только отрывавшиеся от земли. Их десантные палубы тоже пострадали, но недостаточно, чтобы вывести транспортные строя. Остроносы и корабли развернулись, и вскоре исчезли из виду, устремившись к далекому шпилю, который сулил им защиту. Через несколько мгновений Буллвайф и его люди остались одни на поле, усыпанном горящими кусками транспортов и мертвыми телами. Волчий лорд отозвал воинов из засады. «Юрген, проверь людей и доложи мне», приказал он лейтенанту, а сам направился к павильону. При виде приближающегося гиганта в доспехах, выглядевших черными на фоне пламени за его спиной и с силовым топором в руке пленники у павильона, сжались от страха, и преступники, и невинные жертвы смотрели на Буллвайфа с благоговением, которому примешивался «Неконтролируемый животный ужас». Окинув взглядом сжавшихся друг к другу людей, Буллвайф заговорил, и голос его звучал громко и повелительно. «Слушайте меня, жители Антимона. С этой ночи вы больше не будете жить в страхе. Возвращайтесь в город и расскажите всем о том, что здесь случилось. Скажите, что всеотец послал своих воинов, чтобы защитить вас, и что мы не успокоимся, пока последний чужак не будет изгнан навсегда из вашего мира». Взмахнув силовым топором, он разрубил цепи, люди отшатнулись, а затем со смесью удивления и восхищения возрились на разрубленные звенья. Когда волчий лорд добрался до второй группы, бывшие заключенные из первой уже со всех ног помчались на восток к городу. Вскоре к Буллвайфу присоединился Хальфдан, и его силовый меч, потрескивая, с легкостью рассекал железные звенья. Наконец, последние пленники были освобождены и направились обратно к Анейросу, после чего лейтенант искоса взглянул на Буллвайфа, а угметический глаз его смотрел бесстрастно, вскрывая мысли владельца. «Неплохо для начала», сказал Хальфдан, «но нам повезло, проклятые ксеносы слишком долго заправляли этой планетой и потеряли бдительность. Полагаю, вскоре они захотят свести счеты и вернуться. Чем займемся сейчас?» Волчий лорд выпрямился и посмотрел на запад. «Вызовем грозовую птицу и отправимся на юг. Мы уведем охотников за собой, и у жителей Анейроса будет шанс добраться до города. А затем найдем в пустошах подходящее место для базы и посмотрим, насколько сильно этот народ хочет вернуть себе свою планету». Над развалинами зарождалась гроза. Буллвайф чувствовал, как в воздухе накапливается статическое электричество, прикасаясь подобно мягкой ласке к открытому участку кожи на лице и рук. Порыв сухого горячего ветра пронесся над разбитыми камнями, оставшимися от зданий павшего города. За ним последовал гулкий расхат грома где-то далеко на востоке, и волчий лорд вынырнул из глубин восстановительного транса. Благодаря серии самогипнотических упражнений, которые он проделал машинально, мозг быстро пробуждался участок за участком. Всего через несколько мгновений Буллвайф открыл глаза и сделал глубокий вдох, чтобы полностью активировать дыхательные органы. Системы жизнеобеспечения, встроенные в доспех, закончили очистительные процедуры, в ходе которых были убраны, а затем выведены на поверхность кожи измененными потовыми железами токсины. После этого в кровь волчьего лорда были впрыснуты стабилизаторы метаболизма. По оценке Буллвайфа, он отдыхал менее часа, слишком мало, учитывая, какому облучению он подвергся. Но пока придется обойтись этим, нужно было осмотреть временный лагерь и убедиться, что все укрыто и надежно закреплено, до того, как разразится буря. Место их последней стоянки было расположено в 100 километрах к югу, от обитаемой зоны Анейроса, в развалинах небольшого городка. И хотя со времен Холокоста, устроенного ксеносами, прошло 200 лет, уровень остаточной радиации тут был все еще высок. За прошедшие три месяца отряд Буллвайфа десятки раз менял позиции. Они никогда не оставались на одном месте дольше, чем на неделю, и старались не выходить за пределы радиационных областей, надеясь, что здесь их не обнаружат поисковые патрули врага. Волкам удавалось наносить истязателям внезапные удары, а затем скрываться от жестокой погони только благодаря двум факторам. Огромному опыту Буллвайфа, приобретенному за годы набегов, и мобильности, которую обеспечивала десантная грозовая птица. Разделившись на группы по три человека, они нападали на любые объекты, практически во всех обитаемых зонах планеты. Навыки, полученные за время охоты в лесах родного Фенриса, и боевое мастерство, пришедшее за сотни лет войны, позволяли волкам молниеносно атаковать из засады отдельные рейдерские группы ксенос, или подбивать из ракетных установок низколетящие транспорты, которые курсировали между шпилями чужаков и городами антимонсов. Каждый раз схема атаки была одинакова, напасть, нанести как можно больше урон, а затем быстро отступить в незаселенную местность и избегать обнаружения до тех пор, пока не появится возможность ударить снова. Буллвайф хотел отвлечь на себя как можно больше истязателей, и тем самым положить конец регулярным налетам на поселение антимонсов. Судя по интенсивности ответных действий ксеносов, пока этот план работал, чужаки установили постоянное патрулирование пустошей, причем отдельные группы заходили далеко на север и на юг, вплоть до полюсов. В последние же несколько недель они стали использовать орбитальную бомбардировку, обстреливая наиболее крупные из разрушенных городов в надежде выкурить добычу из укрытия. Успех Астартес объяснялся только одним. Они были не только готовы, но и физически способны переносить большие тяготы и лишения, нежели их противник. Скромного, аварийного пайка, который несла грозовая птица, благодаря строгому нормированию, хватило на месяц. Но улучшенный метаболизм воинов позволял извлекать питательные вещества из растений, животных и даже неорганических материалов, которые были бы смертельны для обычного человека. Они вставали лагерем в диких, пустынных местах, где не было никакого укрытия от самой жестокой непогоды. Они получали такую дозу облучения из-за остаточной радиации, которая убила бы простого смертного за несколько часов. Не раз поисковые группы врага выходили на след волков, но в конце концов им приходилось прекращать преследование, потому что местность становилась для них непроходимой. Однако за этот успех волкам пришлось дорого заплатить. Радиоактивное излучение ослабляло регенерационные способности организма. К тому же чужаки часто наносили яд на свое оружие, и в результате многие члены отряда страдали от плохо зарывающих ран. Из 12 Астартес под командованием Волчьего Лорда трое были ранены так тяжело, что впали в Красный Сон, глубокую кому, во время которой тело пыталось справиться с самыми серьезными повреждениями. На данный момент у Булуайфа было три группы по три воина. Две из них выполняли боевые задачи в разных точках планеты. Третья же охраняла раненых братьев, давая им возможность восстановить силы. Волкам пришлось нелегко, но уже появились обнадеживающие признаки того, что благодаря их действиям баланс сил на Антимоне начал постепенно меняться. Истязатели по-прежнему нападали на города, иногда проявляя почти звериную жестокость. Но атаки эти были несогласованными и редко давали значимый результат. Однако, гораздо важнее было другое. Судя по всему, послание Булуайфа каким-то образом разнеслось по всем антимонским поселениям. После той ночи, изменившей все, жертвенные поля использовались все реже. А если использовались, то совсем не для той цели, для которой они были предназначены. Когда волкам случалось проходить мимо павильонов, они находили там различные подношения, еду или лекарства, завернутые в водонепроницаемую ткань, или просто цветы, растущие в той местности, или несколько бутылок вина. Иногда к такому свертку прилагалась записка, написанная на местном наречии, и тогда воины часами пытались разгадать странные письмена и понять смысл послания. Буллвайфу же смысл этот был абсолютно ясен. Жители истязаемого мира знали, что отряд делает ради них, и были благодарны за это. Волчий лорд заметил, что у подножия пологого холма, на котором он сидел, что-то движется. Вскоре из развалин небольшого строения показался Хальфдан, и начал подниматься по склону, прихрамывая, и то и дело останавливаясь. В схватке с беловолосой женщиной из армии ксеносов могучий воин был ранен в бедро, отравленным кинжалом, и пока что рана не собиралась заживать. Буллвайф не мог даже предположить, что Хальфдан, несмотря на страшную боль, умудряется ходить, не говоря уже о том, чтобы сражаться. «Птица возвращается», хрипло доложил лейтенант, добравшись до вершины холма. Буллвайф жестом разрешил воину сесть, и Хальфдан, благодарно кивнув, опустился на землю. Он отцепил с пояса фляжку и сделал большой глоток. На бледной коже под глазами проступили морщины усталости. Буллвайф кивнул. «Обе группы целы?» «Да», «благодарение всеотцу», ответил Хальфдан. «Хотя Юрген сообщает, что у него есть раненый». Бородатый воин взглянул на восток, где размытое коричневое пятно на горизонте указывало на приближающуюся бурю, еще раз глотнул из фляжки. «Я проверил припасы, как ты приказал». «Быстро ты управился», удивленно поднял бровь волчий лорд. Хальфдан кивнул. «Проверять особо нечего», сказал он. «На каждого по 40 зарядов для болтеров, всего 8 гранат, 12 мелто-зарядов и 2 крак-гранаты». «Приплюсуй сюда то, с чем сумеют вернуться оба патруля». «Не осталось ни одной нетронутой аптечки, а повреждения доспехов у каждого воина составляют от 10 до 18 процентов». «Короче говоря, почти ничего не осталось». «У нас хватит ресурсов, еще на одну серию патрулей, или же на одно серьезное сражение, и все». Он вздохнул, вперев волчьего лорда тяжелый взгляд красного искусственного глаза. «Мы должны были явиться на Кернунас 4 недели назад. Они обязательно пришлют кого-нибудь на поиски. Тактическая группа может прибыть со дня на день». «К чему ты клонишь?» Волчий лорд внимательно посмотрел на своего боевого брата. Хальфдан опять глотнул из фляги. Судя по запаху, внутри было антимонское вино. «Мне не больше твоего нравится эти проклятые чужаки, но, лорд, мне кажется, мы уже сделали все, что было в наших силах». Воин пожал массивными плечами. «Сам Лемон не стал бы требовать большего от наших братьев, и ты это знаешь. Как только вернется грозовая птица, почему бы нам не отправиться в более уютные края и затаиться до тех пор, пока не пребудет подкрепление?» Это предложение захватило Буллвайфа врасплох. «Мы не можем останавливаться, не сейчас, когда перевес наконец склоняется на нашу сторону. Если мы сейчас сбавим темп, то инициатива перейдет к противнику, и я ручаюсь, что они сделают все возможное, чтобы этим воспользоваться. «Да, но...» Хальфдан умолк, пытаясь найти подходящие слова для тревожащих его мыслей. Через мгновение он сдался и высказал все напрямую. «Мой лорд, мы ничем не обязаны этим людям. Они, не задумываясь, отвергли твое предложение. Ты знаешь, что это значит». Волчий лорд зло прищурился. «Прекрасно знаю», прорычал он. «И я использую свой долг, если до этого дойдет, как и положено на слуге всеотца. Посмотри, как я расправился с этим субсектором. Разве можешь ты думать иначе?» Хальфдан поднял руку в примирительном жесте. «Я не говорю, что ты размяк. Я прекрасно понял, о чем ты говоришь, брат», прервал его Булваев. «Ты не можешь понять, почему я изо всех сил защищаю народ, который нам позже все равно предстоит завоевать». Волчий лорд поднялся на ноги. Из сочленений доспеха посыпалась пыль, которую тут же развеял ветер. «Мы крестоносцы, Хальфдан. По воле всеотца мы должны спасти потерянные миры и вернуть их человечеству. Если есть хоть малейший шанс на то, что нам удастся убедить местных жителей в нашей правоте и тем самым избежать повторения событий на терну носи, то ради этого я сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться до последнего вздоха, если понадобится». Хальфдан, непонимающе посмотрел на Булвайфа снизу вверх, затем покачал головой и вздохнул. С трудом встав, он хлопнул волчьего лорда по плечу. «Птица вот-вот вернется», сказал он. «Лучше пойдем встретим ее. Заодно посмотрим, не привез ли нам Юрген какой-нибудь подарок». Оба астарты спустились с холма и вышли на пыльную равнину, что простиралось к западу от разрушенного города. Вскоре на горизонте возник черный силуэт, летевший низко над землей, чтобы укрыться от орбитальных детекторов. Оба волка сразу же заметили, что с кораблем не все в порядке. Из одного двигателя валил дым, и челнок не мог держать курс. На столь опасной высоте пилоту явно лишь с большим трудом удавалось удерживать птицу от крена. Через несколько минут корабль завис над посадочной площадкой и тяжело опустился на пыльную землю. По рампе сбежали четверо волков, включая и пилота, с огнетушителями в руках. Бросившись к корме грозовой птицы, они затушили дымящийся двигатель. Булвайфу и Хальфдену, которые все еще стояли в нескольких ярдах от корабля. «Вы такую прогулку пропустили?» сказал он, встав перед командиром. «Когда мы пролетали через обитаемую зону Айнейроса, за нами увязалась пара истребителей ксеносов. Погоня была еще та, но потом мы их сбили». «Насколько все плохо?» спросил Булвайф. Юрген помрачнел. «Насчет корабля нужно спросить пилота. Еще двое наших братьев впали в красный сон. Один из них, скорее всего, лишится ног, если вообще выживет». Волчий лорд отреагировал на новости коротким кивком. «А как прошло патрулирование? Удачно?» «Да», ответил Юрген, не задумываясь, «даже лучше, чем мы рассчитывали». «Неужели? Как так получилось?» Лейтенант скрестил руки на груди. «Мы летели обратно, и тут пилот заметил оживление в воздушном просторанстве Айнейроса. Оказалось, что истязатели как раз проводят несколько масштабных налетов на город, и я решил рискнуть и подобраться поближе. Мы скрытно проникли в зону и сели рядом с жертвенным полем. Там-то наш патруль обнаружил кое-что любопытное. «Еще одну посылку?» Булвайф нахмурился. «Нет», ответил Юрген. «Послание». Он сунул руку в поясную сумку и достал клочок бумаги. Записка была обернута вокруг кинжала, а тот был воткнут между камнями, которыми вымощен пол павильона». Волчий лорд внимательно осмотрел записку. К его удивлению, текст был написан на архаичном низком готике, отличавшимся от местного диалекта и более похожим на тот проязык, который был принят людьми большинства обитаемых миров. В записке были указаны частота Вокса, время и имя, Андерас. «Как ты думаешь, что это значит?» Юрген не сводил глаз с Булвайфа, наблюдая за его реакцией на послание. Булвайф сверился с внутренним хронометром доспехов. До времени, назначенного в записке, оставалось лишь несколько часов. «Это значит, что антимонцы готовы сделать следующий шаг». Они прибыли на место за четыре часа до назначенного срока. Прежде чем занять наблюдательную позицию жертвенного поля, им пришлось пролететь над пустошами и проскользнуть над поросшими лесом холмами. Булвайф не сомневался, что по Воксу с ним говорил именно Андерас, но это еще не давало повода не опасаться засады. Волки затаились в ожидании, над ними через регулярные интервалы пролетали корабли ксеносов, в основном направлявшиеся к Анейросу. Как и говорил Юрген, истязатели, судя по всему, направили значительную часть своего контингента на разграбление города, не думая о возможных потерях. Булвайф следил за пролетающими аппаратами и добавлял полученные данные к зарождающемуся в голове плану. В точно условленное время из-под сени леса, окаймлявшего дорогу к востоку от павильона, вышли три завернутые в плащи фигуры и направились к жертвенному полю. Волки были поражены, никто не заметил антимонцев, пока те не вышли из укрытия. Булвайф наблюдал, как фигуры приблизились к павильону и припали к земле у места встречи и принял окончательное решение. «Я иду к ним», сообщил он лейтенантам, «оставайтесь на позиции до дальнейших приказов». Затем он вышел из тени и пошел к площадке, на которой 12 недель назад они устроили истязателям первую засаду. Антимонцы заметили его приближение издалека. Их глаза, скрытые низко надвинутыми капюшонами, неотрывно следили за ним, но троица не шевелилась до тех пор, пока между ними и Булвайфом не осталось лишь несколько ярдов. Затем одна из фигур плавно поднялась и шагнула навстречу. Потому как двигался человек, Булвайф опридел, что это Андерас. «Рад встрече», тихо сказал волчий лорд, протягивая руку. Андерас ответил на рукопожатие, обхватив его запястье в воинском приветствии. «Мы ждали две недели. Надеюсь, что вы найдете наше послание», сказал молодой аристократ. «Мы рады, что вы пришли. Как ваши дела?» «Неплохо», осторожно ответил Булвайф. «Спасибо за дары, которые твой народ оставляет для нас». Сенат извинил свое мнение. «Сената больше нет», сообщил Андерас. «Рейдеры убили их всех в прошлом месяце». «Как это случилось?» «Новость удивила Булвайфа». «Наши запасы еды быстро подходят к концу», пояснил Андерас. «Тоже и во всех городах Антимона. Прежде чем ситуация стала совсем отчаянной, мой отец и другие сенаторы решили вступить в переговоры с предводителем истязателей и попробовать заключить какое-нибудь соглашение». Все тело дворянина напряглось. Предводитель чужаков согласился навстречу в здании сената, но пришел он вовсе не для переговоров. Вместо этого его воины захватили сенаторов и пытали целую неделю. С тех пор Анерас не знает покоя. Налетчики заполнили улицы и используют любые средства и оружие, чтобы пробиться в укрытие под холмами. «А что вожак Сенаса?» спросил Булвайф. «Он лично участвовал в пытках сенаторов, но потом вернулся в шпиль». Волчий лорд задумчиво кивнул. «И чего же ты хочешь от нас, Андерас, сын Яврина?» Андерас откинул капюшон. Лицо его покрывали синяки, на левой щеке олел свежий шрам. «Мы хотим к вам присоединиться», ответил он. «Среди аристократов всегда были те, кто втайне придерживался старых традиций армигеров. Ваш бой с налетчиками в ту ночь дал нам мужество действовать самим. Уже некоторое время мы нападаем на чужаков в пределах города и даже добились некоторого успеха, но он был бы в сто раз больше, если бы рядом с нами сражался ваш отряд». К откровенному удивлению Андераса Буллвайф покачал головой. «На этом этапе стычки с ксеносами внутри Анейроса не принесут большой пользы». «О чем ты?» прошипел Андерас. «Да разве не этим вы занимались последние три месяца?» «Отличие в том, что все мои действия имели единственную цель», объяснил Буллвайф. «Эта цель разделить налетчиков и в конце концов стравить их между собой». Андерас нахмурился и разочарованно качнул головой. «Не понимаю». «Это потому, что ты сам никогда не совершал набегов», ответил Буллвайф. «А я совершал когда-то очень давно. И все, что я узнал об истязателях, доказывает, что они не сильно отличаются от разбойников Фенриса». «И что из этого отозвался Андерас?» «Они жадны, а жадность толкает к предательству», пояснил Буллвайф. «Сила разбойничьей шайки зависит от того, насколько силен ее вожак. Он всегда чуть-чуть сильнее, злее и умнее, чем остальные, и тем самым удерживает банду вместе. Он забирает лучшую часть добычи, но до тех пор, пока всем достается заслуженная доля. Его подчиненные не возражают, но когда добычи становится меньше, пора начинать беспокоиться. Тогда-то дело и принимает опасный оборот». Андерас на мгновение задумался. «И ты сделал так, что истязателям стало труднее забирать много рабов?» «Да, и попутно постарался прикончить как можно больше ксеносов», подтвердил Буллвайф. «Каждый раз, когда рейдерская группа попадает в засаду, когда транспорт оказывается подбит, вожак истязателей предстает в глазах своей банды слабым. Ручаясь, некоторые его подручные уже подумывают о том, как бы забрать власть над бандой себе». «И если нынешний вожак умрет, то остальные передерутся между собой за его место», сделал вывод Андерас. «Именно», согласился Буллвайф. «Сейчас большинство истязателей в Анейросе, и это самый подходящий момент, чтобы убить вожака и положить начало кровавой борьбе за власть. Но как ты собираешься это сделать?» «Как я уже сказал, он вернулся в шпиль». «Мне нужен только один из транспортных кораблей истязателей», сказал Буллвайф. «Ксеносы думают, что в парящих цитаделях им ничто не угрожает. Я собираюсь их в этом разубедить». Андерас внимательно посмотрел на волчьего лорда. «Я могу достать для тебя транспорт, но только при одном условии. Ты позволишь нам помочь вам при нападении на шпиль». Буллвайф, предупреждающий, поднял руку. «Я отдаю должное твоему мужеству, но нам помощь не нужна». «Неужели?» «Ты умеешь управлять этими кораблями?» прозвал Андерас. «Но за прошедшие 200 лет мой народ многое узнал о языке чужаков. Молодой аристократ выпрямился в полный рост, но даже так доставал лишь до груди огромного астартес. «Мы можем добыть для вас транспорт и объяснить, как читать показания приборов. Взамен просим лишь взять нас с собой, когда вы будете атаковать шпиль». Буллвайф не мог скрыть восхищение, которое вызвало в нем мужество юноши. «Сколько вам потребуется времени?» «Если захочешь, мы можем нанести удар хоть сегодня ночью», с уверенностью ответил Андерас. «Согласен?» «Отлично. Тогда расскажи, в чем твой план». Согласовав план с Андерасом, волчий лорд собрал отряд и вслед за антимонцами они пешком двинулись к Анейросу. На окраине города Буллвайф увидел вблизи все те разрушения, что учинили ксеносы. Здания, полыхавшие в центре города, окрасили небо в оранжевый цвет. На холмах вокруг Анейроса виднелись следы осадных работ, целью которых были подземные убежища. По ночному небу скользили летательные аппараты, но Андерас и его товарищи, воспользовавшись кружным путем, провели Астартес по извилистым улицам к Большой площади, расположенной в нескольких километрах от здания Сената. На площади развернулась временная полевая база чужаков. Четыре транспорта, рядом с ними около сорока налетчиков. Андерас привел Волков к бывшее муниципальное здание, от которого остался только выгоревший каркас. Отряд должен был ждать там, пока он и его соотечественники выполнят первую часть плана. Довольно скоро Андерас и еще восемь человек вернулись, уже вооруженные, облаченные в замысловатую чешуйчатую броню воинской касты антимона. Шестигранные чешуйки доспехов были отполированы до зеркального блеска и едва заметно пахли озоном, отчего в носу у буллвайфа защипало. Готово, сообщил молодой дворянин. Мы уже некоторое время планировали такую операцию, правда, для других целей. Мы хотели отвлекающим маневром увезти истязателей от убежищ, чтобы люди могли выйти на поиски еды. Андерас помрачнел. Надеюсь, если наш план сработает, столь отчаянные меры не понадобятся. Буллвайф кивнул. Сколько ждать? Еще около 20 минут, ответил Андерас, сверившись с часами. Воины приготовились ждать. В оставшееся время, проверяя оружие, наблюдая за движением на площади, Буллвайф присел рядом с Андерасом. Ты уже задал мне много вопросов, сказал он, а теперь и я хочу задать тебе один. Андерас оторвался от частично разобранного пистолета, который держал на коленях и посмотрел на Волка. Хорошо, сказал он ровным голосом, что ты хочешь узнать? Когда мы только прибыли на Антимон, на наши сигналы никто не ответил, кроме тебя. Почему ты пошел против Сената и ответил на наше обращение? Андерас заговорил не сразу, его губы сжались в тонкую линию, в глазах появилось затравленное выражение. Когда мне было лишь 4 года, истязатели забрали мою мать и сестру, сказал он наконец. Они ворвались в наше убежище, отец успел спрятать только меня, всех остальных нашли налетчики. Его жизнь пощадили, потому что он был сенатором, но остальных, остальных забрали, и он даже не пытался этому помешать. Моей сестре было всего 2 года, юноша надавил на внутренние уголки глаз, сдерживая слезы. Когда мне было 10, я пробрался на чердак и начал тренироваться с клинками моего прадеда. Я поклялся, что заставлю истязателей заплатить за то, что они сделали, если мне приставится такой шанс. И когда ваш корабль появился на орбите, я решил, что этот шанс упал мне в руки. Булваев положил руку на плечо юноши. Так и есть, Андрос. Я клянусь тебе в этом. Где-то в отдалении раздался слабый, но характерный звук взрыва, за которым послышались треск и хлопки выстрелов. С каждым мгновением шум битвы нарастал, пока не превратился в грохот настоящего сражения. Андрос поднялся на ноги. А вот и отвлекающий маневр, сказал он. Теперь посмотрим, что в ответ предпримут истязатели. Чужаки на площади засуетились. Всего через несколько минут три транспортных корабля поднялись в воздух и на большой скорости скрылись за вершинами холмов, направляясь к источнику шума. Андрос улыбнулся. «Они всегда держат один корабль в резерве», сказал он, кивнув в сторону транспорта, все еще стоявшего на площади. «Теперь нужно только разобраться с десятью оставшимися воинами». «Предоставь это нам», кивнул в ответ Булл Вайф. Здание, в котором они укрылись, стояло на боковой улице, совсем рядом с площадью, приблизительно в стоярдах от транспорта его команды. Булл Вайф подозвал свою восьмерку воинов коротким приказом, и Астартес приготовили оружие к бою. «Действуем быстро, убейте мерзавцев как можно скорее и отходите». Не дожидаясь ответа, волчий лорд первым вышел на улицу и направился прямиком к истязателям. Ксеносы заметили его, когда он не преодолел и пятидесяти метров. Его обостренный слух уловил шипящий поток приказов, которыми разразился офицер противника. Чужаки быстро отступили в укрытие и открыли огонь. Осколки вспороли воздух вокруг Булл Вайфа, некоторые со звоном отскочили от пластин доспеха. Он ответил двумя выстрелами плазменного пистолета. Первый поразил офицера Ксеносов, когда тот перебегал из одного укрытия в другое и практически разорвал жертву пополам. Второй обратил в пар голову и плечи налетчика, который целился из винтовки. Вокруг волчьего лорда раздались выстрелы болтеров и в ночи резко зазвучали воинственные крики. И вновь Булл Вайф почувствовал, как при этих звуках просыпается зверь внутри. «Не сейчас», подумал он, сдерживая зверя, «Не сейчас, но время скоро придет». Стреляя на бегу, космические волки уничтожали одного Ксеноса за другим, пока трое оставшихся в живых не обратились в бегство, скрывшись в одной из боковых улиц на дальней стороне площади. Булл Вайф не стал тратить на них время и бросился к транспорту с топором на готове. Он забрался на борт как раз в тот момент, когда пилот корабля тоже решил спасать свою жизнь и спрыгнул на землю с противоположной стороны. Остальные члены отряда Булл Вайфа и воины Андерса поднялись на борт через несколько мгновений. Ранульф, пилот Волков и двое антимонцев, которые, по словам Андерса, понимали язык ксеносов, сразу же обступили панель управления, пытаясь определить назначение приборов. Через минуту Ранульф нажал на несколько клавиш и силовая установка ожила, издавая постоянно нарастающий вой. Затем пилот взялся за ручки управления и транспорт медленно оторвался от земли. Нос его неторопливо развернулся к западу и корабль неуклюже двинулся вперед. Быстрее поторопил Буллвайф. Ксеносы вернутся с минуты на минуту. Если мы не доберемся до шпиля, прежде чем они поднимут тревогу, нам конец. Так точно, лорд, ответил Ранульф. Всем на борт, хватайтесь за что-нибудь. Он потянул за рычаг и корабль рванулся вперед, набирая скорость, пока город и погруженные в сумерки окрестностей не слились в сплошную полосу под днищем. Пока транспорт подобно стреле мчался к шпилю, Буллвайф тщательно обдумал ответ. Если нам удастся попасть в реакторный зал, я уверен, мы сможем обрушить шпиль. Что же до остального? Все в руках судьбы. Но откуда ты знаешь, что мы найдем их вожака? Не сдавался аристократ. Волчий лорд жестоко улыбнулся. Не волнуйся. Как только он поймет, что мы замышляем, он сам придет к нам. Десять минут спустя они увидели шпиль ксеносов. Огромная конструкция черным силуэтом выделялась на фоне ночного неба. Слабое свечение антигравитационных приводов отбрасывало на ее стены бледно-голубые отблески. По всей поверхности шпиля через рамные интервалы мерцали зеленые огни. И тут, и там с посадочных площадок поднимались летательные аппараты, чтобы на большой скорости скрыться в ночи. Внезапно из кабины управления донесся голос Ранульфа. Лорд, тут какое-то шипение из вокса. Кажется, это запрос опознавательного сигнала. Буллвайф присел, стараясь как можно лучше укрыться за бронированным ограждением палубы. Так же поступили остальные Астартес и Волчий Лорд, обернувшись на Андреса, посоветовал. Я бы на твоем месте пригнулся. Сейчас начнется самое интересное. Мгновенно все небо вспыхнуло в лучах лазеров и пунктирах огнестрельных очередей. То ожили защитные батареи шпиля. Несколько энергетических разрядов ударило в нос транспорта, пробив бронированную обшивку и обрушив на пассажиров град осколков. Булвайф повернулся к кабине управления. Лети к центру шпиля, крикнул он Ранульфу. Там должны быть посадочные площадки для ремонта и заправки. Транспорт ринулся вперед сквозь шквал огня. Внезапности высокая скорость превратила его в трудную мишень для стрелков в шпиле. И всего за несколько секунд корабль преодолел оставшиеся до цитаделя расстояния. В центральной секции башни Ранульф заметил подходящую площадку. На полной скорости направился к ней и только в последнюю минуту перед посадкой переключил двигатели на торможение. Жестокая посадка сопровождалась хрустом и треском рвущегося металла, от которых заныли кости. Всех пассажиров бросило вперед в развороченную носовую часть, а транспорт продолжал скользить по поверхности площадки, днищем высекая снопы искр. Наконец, сила трения взяла свое, корабль замедлил движение и остановился менее чем в 10 метрах от противоположного края. Какое-то время ушло на то, чтобы выбраться из разрушенного носа. Юрген и Хальфдан шли впереди и первыми спрыгнули на площадку, держа оружие на готове. За ними без промедления последовали остальные волки и воины Андроса, чьи лица были скрыты бармицами. Добравшись до ограждения палубы, Булл Вайф обернулся к Ранульфу. «Сделай так, чтобы к нашему возвращению эта корыта была готова к отлету, иначе нам предстоит долгая пешая прогулка до Анероса». Волчий лорд перепрыгнул через палубное ограждение и поверхность площадка и низкий люк, который ввел внутрь шпиля. Взмахнув рукой, Булл Вайф приказал своим боевым братьям двигаться туда. К нему подошел Андрос, за спиной которого ждали остальные антимонцы. «И что теперь?» спросил юноша. Булл Вайф кинул в сторону люка. «Похоже, что это грузовой люк, через который в цитадель доставляют запчасти и припасы. Коридор за ним рано или поздно выведет нас к реакторному залу», сказал он и кивком подозвал Хальфдана. «Давай сюда, мелтозаряд, нам нужен проход». Лейтенант прикрепил к люку один из шести оставшихся мелтозарядов. Через несколько секунд послышался хлопок перегретого воздуха и в толстой обшивке двери образовалась большая дыра с оплавленными краями, в которую тут же нырнули Юрген и еще двое волков. А в коридоре зазвучали болтерные выстрелы. По всей разгрузочной зоне были разбросаны обломки контейнеров, уничтоженных взрывом. Их содержимое высыпалось на черный пол и частично расплавилось. Тела погибших, заключенные в броню, все еще дымились. Такой силой был взрыв, вызванный мелтозарядом. Пока волчий лорд и остальные члены штурмовой группы пробирались через брешь, Хальфдан отцепил с пояса переносной ауспик. Ввел серию команд и экран прибора тут же засветился. «Есть сигнал от мощного источника энергии, приблизительно в семистах метрах отсюда», доложил лейтенант, указывая в сердцевину шпиля. «Должно быть реактор». «Веди», приказал Булл Вайф, коротко тевнув. «Нам нужен кратчайший маршрут к реактору и препятствия не имеют значения». Следующие 20 минут штурмовая группа пробиралась вглубь шпиля, руководствуясь энергетическими следами на ауспике Хальфдана. Булл Вайф и его волки двигались по служебным коридорам с невероятной скоростью. Танец смерти, отрепетированный во множестве боев, сметал любые препятствия, которые истязатели пытались установить на их пути. Огромные переходы, по которым они шли, имели обтекаемые контуры, а стены состояли из множества граней, словно вся цитадель была высечена из необычного кристалла. Стены чуть слышно гудели от заключенной в них энергии, и каждую грань пропитывал лиловый свет, озарявший тонкую резьбу на кристаллической поверхности, но бессильны разогнать сумрак в коридоре. По пути к центру шпиля ксеносы запечатали все люки, и позади каждого организовали наспеху крепленные рубежи обороны. Каждый раз волки пробивали в люки дыру с помощью мелтозаряда, а затем расстреливали защитников, пока те еще не пришли в себя после взрыва. Это была проверенная временем тактика, которую Астартес довели до совершенства во множестве абордажных операций, и пока они сохраняли темп наступления, остановить их было крайне трудно. Очередной взрыв вывел их в большой зал, вдоль стен которого стояли странные пульсирующие консоли управления, а в центре почти 50 воинов-ксеносов, и Булвайф понял, что они уже близки к цели. Пробив в люке дыру, волки оказались под плотным огнем из осколков. В Юргена и двоих воинов, шедших первыми, попало несколько десятков смертоносных игол, но доспехи защитили от большей части выстрелов. С занесенными силовыми мечами и цепными топорами они бросились в самую гущу ксеносов, и через несколько мгновений вступили безжалостный рукопашный бой. Волчьего лорда, пробравшегося сквозь брешь в следующем, с трех сторон атаковали облаченные в доспехе воины, вооруженные винтовками и зазубренными ножами. Выстрелом из плазменного пистолета Булл Вайф отбросил назад напавшего слева, а на тех, кто подбирался справа, обрушил сокрушительный удар силового топора. Острое лезвие с одинаковой легкостью рассекало как стволы винтовок, так и с защищенной броней тела, и ксеносы в замешательстве отступили. Булл Вайф бросился за ними, открывая дорогу в зал к Хальфдону и остальной части отряда. Осколки со свистером проносились в воздухе и в ответ заговорили пистолеты антимонцев. Андрос встал слева от Булл Вайфа, мечом отражая атаки ксеносов. Несколько выстрелов попали в него, но иглы с искрами отлетали от аристократа. Очевидная экипировка армигеров включала и какое-то защитное силовое поле. Остальные антимонцы, вступив в схватку со свирепой яростью, расстреливали и закалывали каждого истязателя, оказавшегося рядом. Ксеносы сражались до последнего. Когда их магазины опустили, они вступили в ближний бой, примкнув штыки и бились до последнего воина. Потери понес и отряд Андроса. Волки Булл Вайфа получили по несколько мелких ранений. «Двигаемся дальше», скомандовал волчий лорд, указывая на открытый арочный проход в дальнем конце зала. Они вошли в обширное помещение, потолочные своды которого сходились в одной точке высоко над головой. Зал имел восьмиугольную форму. Вдоль стен стояли консоли управления, и еще три арочных прохода вели в другие помещения. В середине зала располагался огромный веретенообразный кристалл, подвешенный на сложной конструкции из распорок и матриц, интегрирующих силовое поле. Воздух здесь был пропитан энергией, и ее пульсация отзывалась резонансом в костях волчьего лорда. «Мы пришли», — сказал он. «Хальфдан, установи последние заряды, а остальные перекройте все входы». «Надеюсь, двух зарядов хватит», — заметил лейтенант. Прихрамывая, он подошел к кристаллу и внимательно осмотрел его поверхность, прикидывая, где могут находиться наиболее уязвимые точки. Остальные быстро рассредоточились по огромному реакторному залу, чтобы перекрыть три других хода и дать Хальфдану возможность работать без помех. Буллваев, отстав всего на несколько шагов, направлялся к противоположной стороне зала, когда истязатели начали контратаку. Они ударили с трех сторон одновременно. Из всех трех проходов в зал обрушился шквал огня. Снаряды опасно рикошетировали от стен помещения. Стена огня была настолько плотной, что отряду пришлось, пригнувшись, броситься в укрытие, чем и воспользовались ксеносой, немедленно перейдя в наступление. Защищенные броней воины ворвались в зал через арки справа и слева, оттеснили антимонцев и вынудили вступить в рукопашную волчью гвардию Буллвайфа. Буллвайф видел, что на другой стороне зала один из воинов Андреса, держа по пистолету в обоих руках, открыл огонь по проходу под третьей аркой. Его силовое поле заискрило, отражая ответные выстрелы, а затем пара энергетических лучей сине-фиолетового цвета поразила его в грудь. Силовое поле разрушилось, и воина разорвало на части. Вслед за энергетическими выстрелами в атаку бросились ксеносы в черной броне, вооруженные длинными тяжелыми глефами, вокруг которых трещали синие дуги электрических разрядов. Через несколько мгновений погиб еще один из армигеров. Его разрубило надвое ударом этого смертоносного оружия, а двое волков, охранявших ход, были вынуждены отступить, не выдержав страшного натиска. В результате внезапной атаки пространство перед аркой освободилось, и в зал вошло высокое стройное существо, облаченное в необычайный замысловатый доспех и окутанное клубящейся синей аурой энергии. В правой руке существо держало длинный изогнутый меч из черного металла, в левой – длинноствольный пистолет. Волосы вошедшего свободно спускались ниже плеч длинными черными прядями, а лицо... От его вида кровь застыла в жилах буллвайфа. У вожака ксеносов не было лица, точнее, у него было множество лиц. Призрачные лики сменяли друг друга. Стена и вагонии – мужские, женские, детские. Каждое лицо было маской, непередаваемой боли и страха. Через весь зал буллвайф чувствовал ужас, который излучала эта голографическая личина. Ужас, ощутимый столь же ясный, как лезвие ножа, прижатого к щеке. Волк внутри пробудился и обнажил клыки, наполняя своего хозяина яростью, жаждой крови, как будто спрашивая «Пора?» «Пора», – ответил буллвайф и отдался во власть звериной ярости. В воздев сверкающий топор над головой, волчий лорд издал долгий вой, древний клич, рожденный в первобытных лесах старой терры, и бросился на врага. Путь его преградили два телохранителя с глефами наперевес. Буллвайф убил их двумя выстрелами плазменного пистолета, проделав в груди каждого дымящуюся дуру. Третий телохранитель вожака спрыгнул вперед и сделал быстрый выпад глефой, столь быстрый, что глаз был не в силах уследить за движением, но боевое безумие полностью завладело буллвайфом, и он действовал практически не задумываясь. Он отбил клинок обухом топора, а затем обратным ударом перерубил врагу шею. Отбросив обезглавленный труп в сторону, буллвайф с воем ринулся на вожака. Ксенос ждал его, все так же спокойно держа меч. Не думая об опасности, движимый безумной яростью, волчий лорд нанес удар, который раскроил бы обычного человека надвое, но силовое оружие натолкнулось на поле темной энергии, которая окружала чужака. Движение топора замедлилось, как если бы лезвие проходило через слой мокрого песка, и когда оно достигло цели, то оставило лишь царапину на сложном доспехе Ксеноса. Эта атака окончилась бы для буллвайфа смертью, если бы не один из его воинов. Расправившись со своим противником обхода, Ларс, гигант из волчьей гвардии, бросился на предводителя истязателей. Его топор также столкнулся с силовым полем, и только вскользь задел шлем врага. В ответ Ксенос взмахнул изогнутым мечом, и голова Ларса скатилась с плеч. Взбешенный буллвайф обрушил на Ксеноса серию быстрых ударов, целя в руки и туловище, но чужак, превратившись в смертоносный вихрь, с легкостью уклонялся от ударов, или молниеносно парировал. Черный клинок сверкнул вновь, и буллвайф смутно ощутил, как острие погружается вбок. Освободив меч, Ксенос легко отпрыгнул назад и довольно зашипел. Волчий лорд взревел от ярости, которая не находила выхода, и выстрелил в грациозную фигуру из плазменного пистолета. На силовое поле просто рассеяло заряд. Прежде чем буллвайф смог вновь атаковать, справа в него врезался воин в черном доспехе. Телохранитель вожака сбил волчьего лорда с ног, и они оба упали, сплетясь в клубок. Каждый пытался добраться до своего клинка быстрее соперника, и первым нанести смертельный удар. Краем глаза буллвайф заметил, что вожак Ксеносов придвинулся ближе, держа меч на готове, а затем услышал, как совсем рядом ряфкнул пистолет кого-то из антимонцев, и пуля пробила шлем телохранителя. Пока буллвайф сталкивал с себя труп Ксеноса, Андрос пробежал мимо двоих армигеров, стараясь напасть на предводителя врагов. Антимонцы продолжали стрелять, но пули, казалось, просто исчезали в клубящейся пустоте, которая окружала истязателя. Его клинок сверкнул в очередной раз, но силовые поля армигеров защитили их. Мечи рубили и кололи Ксеноса, но тот уклонялся от них с презрительной легкостью. Однако даже этого было достаточно, чтобы отлечь ее внимание и дать буллвайфу прийти в себя. Волчий лорд поднялся на ноги и обнаружил, что в ходе бешеной рукопашной Ксеносы теснят его воина в центру зала, все уже сжимая круг. Многие из волчьей гвардии также отдали себя во власть Вульфина, и теперь устроили вокруг себя адскую бойню, но казалось, что на место каждого поверженного врага тотчас же становятся два новых. Все шло к тому, что штурмовая группа буллвайфа будет полностью разбита всего через несколько минут. За спиной волчьего лорда раздался крик, ясно слышимый во всем зале. Он обернулся, увидел Хальфдена, стоявшего рядом с огромным кристаллом, и какая-то часть сознания, не охваченная боевым безумием, подсказала, что заряды на реакторе установлены. Буллвайф повернулся к вожаку Ксеносов и ясно понял, что предстоит сделать. Он бросился вперед, с каждым шагом набирая скорость. К этому времени оба воина Андроса уже погибли, и молодой дворянин сражался с предводителем один на один. Он орудовал клинком с необычайным мастерством, но Ксенос был быстрее и опытнее. И только энергетический щит пока спасал Андроса от неминуемой смерти. Каждый удар врага по щиту отзывался дугой энергетического разряда, пробегавший по поверхности чешуйчатых доспехов Андроса, и не осталось сомнений, что защита вскоре исчезнет. Стремление убить Андроса настолько захватило Ксеноса, что тот заметил атаку Буллвайфа лишь в последний момент. Истязатель молниеносно сменил позицию и занес меч для удара, который отсек бы врагу голову. Но Буллвайф застал его врасплох, отбросив плазменный пистолет и схватив руку Ксеноса, державшую меч. Энергия силового поля проникла сквозь доспех волчьего лорда. Подобно ледяной воде, холод, как остырье ножа, впился в кости, но Буллвайф ли сжал зубы и не ослабил хватку. Ксенос этого не ожидал. Разразившись проклятиями, он попытался отступить, но Буллвайф бросил топор и, освободившись правой рукой, обхватил шею вожака. И сдав рык, в котором не было ничего, кроме животного бешенства, он поднял стройного Ксеноса, развернулся и бросил его на энергетический кристалл, до которого было всего несколько метров. Как только силовое поле истязателя соприкоснулось с кристаллом, вокруг энергетического сердца шпиля возникла концентрическая волна света, а ударная волна, последовавшая за ней, сбила с ног почти всех в зале. При взрыве, тело предводителя Ксеноса мгновенно испарилось, и лишь дымящиеся фрагменты его разбитого доспеха рикошетом ударили в стены, как осколки разорвавшейся гранаты. Затем послышался резкий звук, без какого-либо определенного тона. Казалось, он дрожью отозвался в самом каркасе шпиля. Взрыв вырвал Буллвайфа из глубин боевого безумия. Он увидел, что последние оставшиеся в живых Ксеносы бегут из зала со всех ног. Андерас, еще не оправившийся, после напряжения битвы остановился рядом с волчьим лордом. «Что происходит?» — крикнул он. Буллвайф подобрал свое оружие с пола. Похоже на сигнал тревоги. Ему тоже пришлось кричать. Наверное, силовое поле повредило реактор. Надо пробираться обратно к транспорту. Немедленно! Пятеро воинов Андераса и двое из волчьей гвардии Буллвайфа остались лежать мертвыми в окружении груды убитых Ксеносов. Юрген и Хальфдан уже бросились на помощь выжившим. Они забирали тела своих, чтобы вынести их из шпиля. Затем все кинулись к выходу, двигаясь тем же маршрутом, по которому пришли. Воины были готовы расправиться с любым, кто встанет на пути, но истязатели, услышав сигнал тревоги, спешили покинуть шпиль, спасая собственную жизнь. Когда отряд добрался до посадочной площадки, в небе уже становилось тесно от кораблей Ксеносов, торопливо улепетывающих от обреченной цитадели. На площадке перед подбитым транспортом выросла гора тел, на некоторых были доспехи, на некоторых нет. Но все убитые встретили смерть от выстрелов болтгана или подстрекочущим полотном цепного меча Ранульфа. Сам пилот, забрызганных кровью Ксеноса в доспехах, стоял на площадке перед посадочным трапом корабля. Буллвайф поднял топор, чествуя несгибаемого Ранульфа, и отдал приказ всем подняться на борт. «Сколько осталось до детонации зарядов?» спросил он у Хальфдена. «Еще секунд пятнадцать или около того», ответил лейтенант. «Зубы Маркаи!» выругался Буллваев. «Ранульф, увози нас отсюда!» Взвыли гравитационные турбины, заскрипел металл, и покалеченный транспорт, опасно кренец влево, поднялся в воздух. На взлет это было мало похоже. Скорее корабль просто рухнул с площадки, и пассажиры пережили несколько тошнотворных моментов, пока двигатели транспорта боролись с силой притяжения. Прошло десять секунд, и шпиль осветился изнутри серии взрывов, распространявшихся подобное рябин по воде от его центра. По всей башне плясали дуги молний, каждая длиной в тысячу ярдов, срезая посадочные площадки со стен одну за другой, а на кристаллическом покрытии оставляя глубокие борозды. Затем массивный шпиль, словно подрубленное дерево, начал медленно оседать на поверхность планеты. Его верхушка рухнула на каменную землю и разлетелась фонтаном осколков, подняв огромное облако пыли, которое накрыло несколько километров. Наконец, и весь шпиль завалился на бок и исчез в череде грандиозных взрывов. От ударной волны транспорт закрутился волчком и вошел в штопор. Несколько головокружительных секунд Булл Вайв был уверен, что они неминуемо разобьются. Но Ранульф сумел уйти с фронта волны и выровнять транспорт, когда до земли оставались какие-то сотни метров. Столб дыма и пыли, поднимавшийся все выше и выше позади них, подсвечивали первые лучи зари. И что теперь, спросил Андрос, прислонившись к погнутому палубному ограждению. Лицо его было пепельно-сером. Булл Вайв окинул взглядом небеса. Десятки кораблей-ксеносов, рубив двигатели на полную мощность, набирали высоту, уходя на орбиту. «Мы возвращаемся в Анейрос», ответил он. «Там посмотрим, что выжившие будут делать дальше. Или они передерутся между собой за власть, или...» «Или...» «Волчий лорд пожал плечами, или в самое ближайшее время к нам пожалуют гости». Все утро небеса пестрели инверсионными следами, оставленными кораблями истязателей, взбиравшимися в верхние слои атмосферы. Поначалу жители Анейроса крайне нерешительно высовывались из убежищ, ошеломленно разглядывая столб дыма и грязи, взмывавшийся на западном горизонте. Булл Вайв и Андрос тем временем провели своих воинов к зданию Сената, чтобы там решить дальнейшую судьбу Антимона. Первые несколько часов ушли на перевязку раненых, распределение остатков боеприпасов и обеспечение безопасности здания. Лишь когда солнце стало клониться к закату, а с ближайших холмов донесся шум празднества, Андрос отправил одного из своих армегеров, чтобы тот раздобыл провизии и вина. Перед самым закатом на площади появилась торжественная процессия горожан, несущих с собой все, что осталось от их скудных запасов. Копченое мясо, маринованные овощи и приторное вино, сейчас воинам Буллвайфа это снять казалось пиршеством, достойным самого примарка. Они ели и пили до поздней ночи, наслаждаясь общением с боевыми братьями, вместе с которыми сразились с самой смертью и выстояли. Буллвайф наблюдал за ними, исполнившись гордости. Жители Антимона сумели достойно показать себя. Он был уверен, что в недалеком будущем эта планета подарит имперской армии множество отважных солдат, а то и достойных кандидатов в воинство самого Всеотца. Когда на мир опустилась тьма, на террасы Сената были выставлены посты самых зорких солдат, в задачу которых входило в своевременное объявление воздушной тревоги. Но всем было спокойно, да и Астартес не могли обнаружить ни единого признака враждебных кораблей на орбите. Это насторожило Буллвайфа. И вместе с Андерасом он провел беспокойную ночь, ежесекундно ожидая атаки. Когда забрежил рассвет, один из стоящих в дозоре десантиков заметил среди облаков два характерных следа. Буллвайф и Андерас как раз сидели на ступеньках лестницы, сбегавшие к трону спикера, когда ожил Вокс. Фенрис, говорит грозовой клинок, как слышно, прием. Услышав этот голос, Буллвайф встряхнул себя цепенение и вскочил на ноги. Он вперил взор в потолок, словно хотел просверлить его силой мысли и увидеть зависший над ними крейсер космических волков. Грозовой клинок, говорит Фенрис, слышу вас хорошо, доложите обстановку. Наша ударная группа вошла в систему 20 часов назад и соблюдая режим молчания направилась к планете, отчитался офицер, дежуривший на капитанском мостике грозового клинка. Когда до цели оставалось примерно 8 часов, мы были атакованы крупной флотилией ксеносов, но нанесли им серьезный урон. Уцелевшие корабли противника отступили к точкам варп-перехода на краю системы. К этому моменту воины Волчьего Лорда и армигеры Андерса уже столпились вокруг Буллвайфа. Им не терпелось узнать новости, и он не стал их томить ожиданием. Штурмовая группа, подошедшая с Кернуноса, уничтожила истязателей. Антимон свободен. И армигеры, и астарты встретили это известие радостными криками. Андерс подошел к командиру десантников и радостно похлопал того по спине. «Дружище, мы перед вами в неоплатном долгу», обратился он к возвышавшемуся над ним воину. «Это утро навеки войдет в историю, как день освобождения Антимона». Волчий лорд только покачал головой. «Вы нам ничего не должны, брат», произнес он. «Мы просим вас, лишь верного служения всеотцу и своевременного взноса десятины». Улыбка на лице молодого аристократа померкла. «Я не понимаю про Барматалон». Булуайф засмеялся и примирительно поднял руки. «Пока что можете не беспокоиться. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Империум пришлет к вам своих представителей и начнет интеграция Антимона в общую структуру субсектора. Думаю, сейчас вам стоит озаботиться восстановлением Сената, что послужит весьма хорошим началом. Настоящая работа еще впереди». Андерс отдернул руку, лежащую на плече волчьего лорда, недоразумения. «Пробарматал молодой воин. Мы не собирались становиться частью Империума, ведь мы только-только обрели свою свободу». Сердца Булуайфа налились свинцовой тяжестью. Юрген и Хальдон, заметив, как их командир меняется в лице, подошли ближе. То же сделали и три армегера Андерса. Их лица напряженно застыли. Волчий лорд помолчал, в отчаянии подыскивая правильные слова. Слова, способные предотвратить то, что, как он чувствовал, должно было вот-вот случиться. Андерс, начал он, «Послушай меня. Я прибыл на этот мир, потому что он нужен Империуму. Империуму нужно, чтобы все планеты, на которых живут люди, объединились и заново построили то, что было утеряно давным-давно. Поверь мне, жизнь в этой галактике полна опасностей. Существуют виды ксеносов, которые не хотят ничего, кроме нашего тотального уничтожения или чего похуже. Тебе и твоему народу это прекрасно известно». Он сделал шаг к молодому дворянину. Армегеры положили руки на Эфеса мечей. Андерс, мы должны объединиться ради общей цели. Должны. Так приказал всеотец. И мой долг чести подчиниться. Антимон станет частью Империума, брат. Так или иначе, но станет. Булваев протянул юноше левую ладонь. Впереди вас ждет славное время. Тебе лишь нужно принять мою руку. Лицо Андерса исказилось. «Как ты можешь так говорить, после всего, через что мы прошли вместе? Разве не ты говорил, что жизнь, за которую не стоит драться, на самом деле не жизнь?» Голос юноши «Он свободен, и таким он и останется. Этот мир защитят его армигеры!» Булваев грустно покачал головой. «Империум не потерпит отказа, Андерс. А потому я спрашиваю в последний раз, ты с нами?» Лицо молодого воина обратилось в застывшую жестокую маску. Он медленно качнул головой. «Если придется, я сражусь с тобой». Булваев опустил протянутую ладонь, чувствуя, как сердце его сжимает ледяной холод. «Как скажешь, брат», с горечью в голосе произнес Астартес. Пространство разделявшее двух воинов. Андерс даже не успел заметить удара, принесшего ему смерть. Доли секунды спустя прогремели болтерные выстрелы, и оба, не успевших оправиться от изумления армигера, повалились на пол. Булваев еще долго стоял, взвирая на трупы, молодых отважных людей, наблюдая за тем, как растекается по полу их кровь. Неожиданно ожил Вокс. Фенрис говорит грозовой клинок. Ударная группа вышла на орбиту и ожидает указаний. Штурмовые подразделения находятся в полной боевой готовности. Пеленгаторы вычислили цели, подходящие для предварительной обработки артиллерии, что прикажете, прием. Волчий лорд отвел взгляд от мертвецов, лежавших у его ног. Когда он заговорил, голос его звучал твердо, точно закаленная сталь. Грозовой клинок вызывает Фенрис. Данная планета отвергла согласие. Приказываю перейти к плану Эпсилон и немедленно начать боевую операцию. С тяжким грузом на душе Волчий лорд переступил через тело Андреса и, оставляя за собой кровавый след, взошел к трону Спикера. Затем он опустился на заскрепевшее под его весом деревянное сидение и положил боевой топор на колени. Люди Антимона все еще продолжали праздновать день освобождения, когда на их головы начали падать первые бомбы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok